Ибо я, Господь, не изменяюсь. Малахия 3.6 Иисус Христос, тот же самый, вчера, сегодня и вовеки. Послание евреям 13.8 Ты обращаешься к Богу, Бог обращается к тебе. Ты веришь в Него, а Он посылает свою силу в твою жизнь. Дьявол, убери свои руки от детей Божьих. О, Иисус, смотрите, рука двигается, двигается. Иисус Христос, именно Орл Робертс, заложил основание и фундамент, на котором я и другие служители можем строить. Друг мой, брат мой, сестра моя, не силой, не могуществом, но Духом Святым, каждая гора сдвинется с твоего пути. Я приказываю вам, Духи Немощи, и глухо ты, во имя Иисуса Христа, отпустите народ Божий! Посмотрите! Посмотрите! Я думаю, что пришел более высокий уровень, более высокое измерение, помазание и исцеляющие силы Божьей. Представляем вам кассету. «Чудеса! Вчера, сегодня и вовеки!» Это восхитительная кассета, записанная со служений Орла Робертса и Бенни Хина. На этой кассете вы станете свидетелями великих служений 50-60-х годов, которые Орл Робертс проводил по всей Америке, неся послание того, что Бог благ и чудеса происходят сегодня, о том, что есть спасение от нищеты, от болезней для тех, кто призывает имя Иисуса. Вы также станете свидетелем потрясающих собраний, проводимых на самых больших аренах в Америке. Это служение Бенни Хина, который двигается в помазании Духа Святого. Вы будете удивлены. Слепые глаза видят, глухие уши слышат и парализованные не только ходят, но и бегают после того, как помазание Божье прикасается к ним. Кроме того, эти два евангелиста, которые больше всех внесли исцеляющее помазание в этом столетии, поделятся своим опытом служения. Они будут говорить о вере, о Библии и о точке контакта с людьми, о слове знания и о гораздо большем. «Я свободна! Я свободна!» «Боль ушла?» «Да, боль ушла!» «Бог говорит, «Моя воля, будь исцелен!» Тот же самый Иисус, который ходил по морю Галилейскому, исцелял больных, Он все еще жив и здоров. «Сегодня вы приехали сюда, чтобы исцелиться?» «Да, и я исцелился!» «Мы приехали сюда с ожиданием исцеления, и мы исцелились!» «Бог гарантирует, что чудотворная сила, которую Он являл вчера, все еще действует в жизнях людей сегодня и будет действовать во веки, пока не вернется Иисус». Призыв Божий «Я был мучен в болезни, я терял свою жизнь, я буквально таял на глазах, и мне рассказывали историю о Иисусе из Назарета. Я поверил в эту историю, и однажды вечером я обратился к Господу и сказал, «Бог, я достиг последнего момента своей жизни, и если Ты не поможешь мне, для меня не осталось никакой надежды». Я повернулся и сказал, «Господь, спаси мою бедную душу, войди в мое сердце, исцели мое жалкое тело, измученное туберкулезом, и мой заикающийся язык». «Дух Божий прикоснулся ко мне, я почувствовал это каждой клеткой моего смертного тела, я почувствовал, что сила Божия была так сильна, она подняла меня из кровати, и я стал скакать, крича от счастья, я был исцелен». Когда мне было 17 лет, я заболел туберкулезом, и врачи сказали, что это неисцелимо. Меня повезли в город Порто, в Оклахоме, на служение одного евангелиста, чтобы он помолился за меня. Я лежал на заднем сидении автомобиля, мой брат привез меня. К тому времени уже полгода я был привязан к кровати, я не мог ходить. Я лежал на заднем сидении, впереди сидели мои родители, и мой брат рассказывал мне о том, как он видел молитву этого евангелиста. Во время разговора я просто замолчал, и Бог, который никогда раньше не разговаривал со мной, сказал мне, «Сын, я исцелю тебя, и ты понесешь мою исцеляющую силу своему поколению». И я знал. Когда я встал в очередь на молитву, я был последним. Этот человек возложил на меня руки и сказал, «Ты, мучащая болезнь, я приказываю тебе именем Иисуса Христа из Назарета, отпусти этого мальчика». И исцеляющая сила, жар от Бога покрыл меня, прошел от самых ног, через все тело, через легкие. Когда дошло до горла, я мог дышать без крови, без кля. Мой язык стал свободен, я запрыгал, я схватил микрофон, и Он сказал мне, «Проповедуй», и я просто начал свидетельствовать и прославлять Бога. Это и было мое призвание. Тот же самый Иисус, 12 лет позже, явился мне и сказал, «Твое время пришло». С тех пор я начал проповедовать, будучи 29 лет возраста. Верующий в Меня будет делать те же дела, которые я творю, и больше сих Он сотворит. Одно из дел, которые творил Христос, Христос освобождал людей. Христос прикасался к Ним своими руками, и они исцелялись, когда Он молился. Люди прикасались к Нему, и они тоже исцелялись. Его могущественные чудеса настолько многочисленны, что никто не может перечислить их. Христос говорит, что эти чудеса будут продолжать происходить и сегодня в жизни тех людей, которые верят в Мое имя. Слово Божие говорит, что Иисус пришел исцелить, Он пришел проповедовать, Он пришел учить, Он пришел исцелять. И Он тот же самый вчера, сегодня и вовеки, тот же самый Иисус, который ходил по морю Галилейскому и исцелял больных, Он все еще жив и здоров сегодня. Он все еще исцеляет людей сегодня. Он не только умер, чтобы спасти нас от грехов, Он умер также, чтобы спасти нас от болезни. Когда мне было 11 лет от роду, Господь явился мне. Я видел Его. Он пришел ко мне, распахнув объятия с улыбкой на лице. Его глаза искрились любовью. И я знаю, что в тот момент Бог имел что-то особенное для меня. Я не понимал этого тогда. Прошло много лет, прежде чем я понял это. Перед тем, как я начал служить больным людям, был целый год, который я никогда не забуду. Это был год подготовки. Это было время, когда Дух Святой буквально входил в мою жизнь очень лично, очень близко. Через служение Кэтрин Кульман я познакомился с Духом Святым. Каждый вечер я имею в виду настоящее переживание, как будто Дух Святой сидел рядом со мной на стуле, разговаривая со мной. Он отвечал на мои вопросы. Часто, до 2-3 часов утра, я все еще общался с Ним. Я задавал вопросы, я плакал, я смеялся, я молился, я поклонялся. Это было общение. В апреле 73-го года, в апреле 73-го, я сказал, Господь, зачем Ты все это делаешь? Это как бы вошло в меня, что это не было просто так, как пикник. Я встал, однажды днем, и спросил у Господа, зачем Ты все это делаешь? И прямо передо мной явилось видение человека, который горел. Я не могу сказать, был ли этот человек мужчиной или женщиной, потому что он был покрыт огнем, по рукам, по шее, по голове. Он был в огне. Человек двигался, он двигался очень быстро, он открывал рот, и он кричал. Это было ужасно, я никогда не забуду. Когда я увидел это, я закричал, нет, 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 нет. Я не знаю, почему я говорил это, но именно это слово вышло из меня. И тогда голос сказал, проповедуй Евангелие. И тогда я понял все, к чему Бог готовил меня с самого того дня, когда я принял это видение, чтобы я проповедовал Евангелие. Библия говорит, когда все вокруг тебя складывается неправильно, когда все вокруг тебя, во тьме, все равно есть выход, есть решение. И этот выход есть Иисус, Сын Бога Живого. Он стоит рядом. Святые, Он стоит рядом. Я хочу сказать вам кое-что прямо сейчас. Многие из вас пожертвовали многим, чтобы приехать сюда, но тот же самый Иисус, который сжалился над людьми две тысячи лет назад, Он не изменился. Не сдавайтесь, потому что пока Бог на престоле, все будет в порядке. Бог дал людям веру в Бога, чтобы производить чудеса, и эти чудеса происходят сегодня по всему миру. Сила пробуждения проходит по всему лицу земли. Люди чувствуют прикосновение Божьего в своей душе. Они видят чудеса и знамения. Они видят, как больные исцеляются, слепые глаза открываются, глухие уши открываются. Милость и любовь Божия являются миру. Люди обращаются в покаяние и к праведности. Если вы верите, скажите «Аминь». Иисус избрал меня. Он сказал, «Не ты избрал меня, но я избрал тебя». Это было выше моего понимания. Я хотел учиться и стать адвокатом, и я собирался поехать в Аклахому. Вы знаете, молодым людям свойственно мечтать. И я мечтал. Но Господь увидел меня в моей болезни, Он явился мне и сказал, «Я исцелю тебя, и ты понесешь мою исцеляющую силу своему поколению». Господь призывает всякого, кого захочет. Главное, чтобы мы пошли. Бог будет использовать этого человека, чтобы явить свою любовь каждому человеку, которые живут в нуждах, чтобы спасти их, чтобы исцелить их, чтобы освободить их, чтобы лишить их иго рабства, чтобы высвободить их от боли. Бог ищет сосуды, которые захотят принять исцеление. Бог ищет кого-то, кто будет годным для использования в его руках, в руках Господних. И если Бог может найти хоть кого-то, Он весь мир изменит через этого человека. Если Бог говорил с вами, если Бог сказал вам что-то сделать, вы можете быть уверены, Бог даст вам силу, чтобы успешно исполнить это дело. Дьявол, убери свои руки от Божьих детей. Освободи его язык. Ты дух глухоты. Ты без глухоты. Во имя Иисуса Христа, выйди! О Бог! Это дух уходит. Отец, я прошу тебя совершить чудо. Господь исцели его! Всякий человек может исцелиться. Я чувствую такую силу, такую веру. Бесы трепещут. Во имя Иисуса Христа, моего Царя, я повелеваю вам, духи немощи и смерти, во имя Иисуса Христа, оставьте народ Божий на этом месте. О, Иисус Христос, откройте глухие уши, как ты сделал две тысячи лет назад. Откройтесь! Откройте... Откройтесь уши глухие. Сейчас. Именем Христа. О, Бог! Она услышала маму. Она услышала маму. Она слышит? Ты слышишь, как мама говорит с тобой? Ты будешь еще сильнее слышать, ты будешь лучше слышать. Нэнси, 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 ты слышишь меня? Ты слышишь меня? Да, она слышит! Это так! Давай, давай, возвращайся, 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 беги обратно! Это так чудесно! Врач пятницу утром сказал мне, что он не исцелится. Я думала, что он умрет. Старшая медсестра сказала мне, что ему нужно заказывать катафалк, но когда я услышала это, Бог явился мне. Дьявол-жец! Он исцелен! Меня так волнует, когда кто-то говорит мне, что чудеса не происходят сегодня. Потому что, когда люди говорят это, они фактически говорят, что Иисус изменился. Но тот же самый Иисус, который исцелял больных 2000 лет назад, движимый Своей любовью, изменился, но это неправда. Библия говорит, что он тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Тот Иисус, который любил их тогда, до сих пор любит их сегодня. Другими словами, дьявол — плохой дьявол, а Бог — хороший Бог. Дьявол абсолютно плохой, а Бог абсолютно хороший. Ничего плохого в Боге нет, ничего хорошего нет в дьяволе. Дьявол плохой, а Бог хороший. В книге «Деяния» 10.38 говорится, что Бог помазал Иисуса Христа из Назарета Духом Святым и Силой, и Он ходил и благотворил, исцеляя всех обладаемых дьяволов, ибо Бог был с Ним. Итак, что Христос делал? Он благотворил. А что такое благо? Это исцеление всех обладаемых дьяволом. Другими словами, Бог благой. Он не хочет, чтобы вы болели. Он не хочет, чтобы вы были в нищете. Он не хочет, чтобы вы проиграли сражение жизни. Бог хочет, чтобы вы были больше, чем победитель, в том, кто возлюбил вас и омыл вас своей кровью. Иисус Христос из Назарета желает исцелить вас, дать вам процветание. Он желает благотворить для вас. Он желает сделать вас радостными, нормальными и здоровыми. Скажите «Аминь». Происходят ли чудеса сегодня? Мы начали проводить собрания в больших залах, но в конце 30-х, в начале 40-х годов не было больших аудиторий, поэтому мы заказали большую палатку, поскольку это было необходимо. В ней помещалось несколько тысяч стульев, конструкция была из нержавеющей стали, которая возила несколько грузовиков. Они возили ее от одного берега Америки до другого, и даже за море. Самая большая палатка была длиной более 150 метров, и там было 12 тысяч складных стульев. Но все люди не помещались внутри, несколько тысяч стояло снаружи. Фактически 12 тысяч было внутри, и 1014 было снаружи. Однажды человек спросил другого, как прошло собрание. Он сказал, у меня было хорошее место. Мы проводим собрание в больших палатках, в которых сегодня собралось 12 тысяч человек. Люди начинали приходить в палатку с 10 часов утра, собираясь на вечернее служение. К вечеру палатка была полна, и люди к тому же собирались тысячами снаружи. Это было просто невероятно. Дамы и господа, с большой радостью и удовольствием я представляю вам человека, которого Бог привел сюда с посланием об исцелении и освобождении, преподобный Орл Робертс. Люди приходили с таким ожиданием. Я делал вот так, и толпа поднималась, как морская волна. И мы начинали хвалить и славить Бога. И в тот момент я руководил собранием. И все люди, верующие, спасенные, не спасенные, больные, здоровые, присоединяются. Вы любите Господа? Вы любите всем своим сердцем? Поднимите тогда руки и скажите Ему, сколько сильно Вы его любите. В прежние дни, когда Орл Робертс служил в силе Бога, это были те дни, когда проводили служение в палатках, когда палатки возили на грузовиках. Это были трудные дни, чем те, в которой мы живем сейчас. Но именно Орл Робертс заложил основание и фундамент, на котором теперь я и другие служители можем строить. Именно он шел впереди нас и показывал нам путь. Все, что когда-либо совершалось, совершалось людьми, мужчинами и женщинами, которые пожертвовали своей жизнью, которые пошли на риск, которые не считались со стоимостью, которые закатывали рукава и говорили, «Не важно, чего это стоит, я все равно это сделаю и во славу Божью». Я, конечно, не был единственным евангелистом исцеления. Вероятно, я был тем, кто продержался дольше всех. Мне хотелось бы, конечно, похвалить и других мужчин и женщин, которых Бог могущественно использовал. В 1947 году в Соединенных Штатах произошло два ужасных события, события или факта относительно силы Божьих. Во-первых, это был недостаток информации. Миллионы людей просто не знали об этом. А во вторую группу отнеслись скептики. И некоторые из них были абсолютно неверующими. Некоторые говорят, «Брат Робертс, откуда ты знаешь, что Бог существует? Откуда ты знаешь, что Он все это может?» «Я просто знаю, что Я 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 знаю». Вот так я знаю. Я просто знаю, что я знаю. Что я знаю, что я знаю, что я знаю. Что Бог есть. И Он слышит и отвечает на молитвы. Он заботится о тебе и обо мне. Он протягивает свою руку и освобождает нас. Я знаю, что Бог есть. Я хочу, чтобы вы почувствовали, что вы присутствуете на фактическом событии. Я хочу, чтобы вы слышали свидетельства, которые происходили здесь. Я попросил своего представителя, который помогал мне и специально приготовился для этого. Это местный судья, который принимает присягу. Ты, Орл Робертс, под присягой клянешься говорить правду, только правду, ничего кроме правды. Клянусь. Пожалуйста, прочти это утверждение. Я, Орл Робертс, Сим, подтверждаю, что события, которые вы увидите в этой записи, действительно произошли и записаны на камеру и на аудиооборудование. Это происходило в Портленде, в Орегоне, недавно, во время служений. Эти события не были прорепетированы и засняты предварительно. Пожалуйста, подпиши. Скептика сегодня гораздо хуже, чем была во время служения Орла Робертса. Давление скептики и критики. Многие люди говорят, что Бог больше не исцеляет. Многие говорят, что это было лишь 2000 лет назад. Многие говорят, что это лишь выдумки людей. На самом деле это не существует, это лишь догадки. Тот же самый Иисус, который явился через апостола Павла и поднял этого человека, когда Павел посмотрел на него и сказал, «Поднимись и ходи». Тот же самый Иисус, который исцелял тогда, Он жив сегодня. Он не изменился. Тот же самый Иисус, который ходил по морю Галилейскому, Он может прийти сюда в место собрания. Святые, мир, может быть, и не поверят, но мы верим. Именно поэтому мы собрались здесь. Пойте, хор, пойте повсюду. Господь прикасается к нам. Господь по-прежнему исцеляет нас. Самые заядлые скептики, как ни странно, это пасторы. Я встречал таких людей, которые называют себя служителями Евангелия, но фактически они говорили мне, что исцеление и чудеса это лишь выдумки человеческого разума. Было целое богословие, которое говорило нам, что чудеса прекратились, когда апостолы умерли, и церковь изменилась из основанной на Иисусе, которое мы видим в День Пятидесятницы, в книге «Деяний», схождение Духа Святого, исцеление и знамение. Церковь превратилась в христианство, лишенное чудес и знамений, и они не хотели мешать своей теологии. Мы думаем, что дни чудес закончились, но позвольте мне сказать вам, что мы все еще живем на главной улице Библии. Мы живем на главной улице Библии. Это место, где люди всегда ожидали чудеса, и Бог совершал чудеса. По всем улицам Святой Земли, когда Христос ходил по пыльным дорогам этой страны, люди освобождались, потому что они ожидали освобождения. Они искали чудес. Они ожидали, что Бог коснется их жизни своей рукой. Они ожидали, что Бог прикоснется к ним и освободит их. Многие думают, что дни чудес прошли, но на самом деле дни чудес лишь начинаются для человеческой расы сейчас. Когда Иисус приходил в дом Петра, Он увидел Его тещу, лежащую в горячке. Он прикоснулся к ней, и горячка тотчас оставила ее. Она встала и начала служить им. Когда наступил вечер, к Нему принесли многих одержимых и бесноватых. Он изгнал Духа в Словом Своем, и исцелил всех больных, чтобы исполнилось реченное пророком Исаии, который сказал, «Он понес наши немощи и взял на себя наши болезни». Исцеление этой женщины стало исполнением пророчества Исаии. Исцеление тех людей, которые собрались у дверей дома Петра, это было исполнение пророчества Исаии. Это было исполнение пророчества для людей, которые приняли христианство, которые приняли Христа как Мессию Сына Божьего. Если вы примите Христа, если вы станете христианином, вы должны знать, что есть исполнение Писания, которое принесет исцеление вашему телу. Можете вписать свое имя в Матфея 8 главу и сказать, «Это Писание для меня. Оно должно исполниться в моей жизни». Можете записать свое имя в Святой Библии и сказать, «Это Слово для меня. Это для моего исцеления». Божья воля, чтобы люди были исцелены, значит, я должен быть здоров. Сказано, что Иисус не взял никого с собой, кроме Иакова, Петра и Иоанна, и он вошел в дом начальника синагогы и увидел, посмотрите, он увидел плачущих и рыдающих весьма. Когда он вошел в дом, он сказал им, «Зачем вы плачете и печалитесь? Девочка не мертва». Когда Иисус приходит, Он говорит, «Она не мертва». Знаете почему? Потому что, когда князь жизни приходит, смерть должна повиноваться. «Она не мертва», Он сказал. «Она лишь вздремнуть решила». И над ним начали усмехаться и издеваться. Представьте себе, насколько унизительно чувствовал Иаир, когда вся семья начала насмехаться над Господином, над Господом. Но Он помнил Его слова. «Не сдавайся». «Не сдавайся, когда врач говорит, что нет надежды». «Не сдавайся, когда твой пастор говорит, что чудеса сегодня не происходят». «Не сдавайся, когда члены твоей семьи смеются тебе в лицо». «Не сдавайся». «Ибо святые они смеялись над верой Иисуса, над верой Иаира. Когда Иаир пригласил Иисуса, Иисус увидел Его веру, иначе Он не пригласил бы Его. Зачем Он позвал бы Иисуса, если бы Он не верил, что Иисус может это сделать? Вы знаете, над Ним смеялись. Может быть, будут смеяться над вашей верой и будут говорить вам, «Да ты все это выдумал! На самом деле такого не происходит!» Но что говорит Иисус? «Только веруй!» «Только веруй!» «Только веруй!» «Только веруй!» Однажды я сидел с человеком, это было не так давно, и он пытался убедить меня, что все, что я делаю, было неправильно. Это был очень влиятельный человек. И я сидел, слушал его, в конце концов я сказал, «Вы имеете в виду, что вы не верите в то, что наш Бог по-прежнему исцеляет людей?» «Наш Бог сказал, «Я Господь, я не изменяюсь!» но он начал спорить со мной. Он доказывал мне, что я не прав. Но дальше он разговаривал и говорил о своих представлениях о чудесах, и я был в шоке, потому что он в основном говорил мне о том, что чудеса происходили 2000 лет назад, но сейчас у нас есть Библия, и чудеса нам не нужны. Поэтому я с неприятным ощущением ушел от этого разговора и сказал, «Пусть он думает, что хочет, а я буду думать, что говорит Библия. Если ты будешь слушать голос Бога своего, если ты прислушаешься и сохранишь его заповеди, тогда он обещает, «Я Господь, Целитель Твой». Он обещал это. В книге «Исход», 15 глава, стих 26, он говорит, «Я есть Бог, исцеляющий тебя. В книге «Исход», 23 глава, стих 25, он говорит, «Я отвращу болезни от вас». В книге «Второзаконие», 7 глава, он говорит, «Я избавлю вас от болезней». В книге «Числа», 21 глава, он говорит, «Всякий, смотрящий на змея, будет жить. Всякий, кто взглянет на него, будет жить». В книге «Исуса Навина», 1 глава, он говорит, «Да не отходится я книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, и будешь успешен. И будешь успешен во всех делах своих. Даже физически ты будешь преуспевать, процветать. Даже физически. Писание говорит нам в книге «Иова», «Я нашел искупление». «Я нашел искупление». И благодаря этому искуплению тело его станет как у младенца, и он вернется во дни юности своей. Благодаря искуплению, которое Бог явил нам сегодня, вы можете приобрести исцеление. В книге «Псалмов» мы можем прочесть «Благослови Господа, душа моя, и не забывай всех благодеяний Его». «Ибо Господь прощает все грехи твои и исцеляет все немощи твои и искупляет от гибели жизнь твою и венчает тебя милостью и щедротами своими. Он прощает все ваши беззакония. Он исцеляет все ваши немощи. Он искупил вашу жизнь от гибели и венчал вас щедротами и милостью». В 104 Псалме 37 стих «Он вывел их с серебром и золотом, и не было ни одного болящего в коленах их». Ни одного. В 106 Псалме 20 стих сказано, «Он послал Слово Своё и исцелил их и избавил от гибели». «Я чувствую здесь такое драгоценное присутствие Духа Святого. Поднимите свои руки. Просто поднимите руки Господу». «Пожалуйста, стойте тихо». Это особенное присутствие Духа Святого. Он послал Своё Слово, чтобы исцелить их и избавить их от погибели. Исайя говорит «Истинно, он был изъязвлён за наши преступления, он был изранен за наши грехи и наказание мира нашего было на нём. И ранами его мы исцелились». Иеремия говорит «Не стало хлеба в Гелиате». «Изекиил» говорит «Пастухи не кормили народ Мой, посему они болеют». Малахия говорит «Солнце праведности поднимется, неся исцеление в лучах своих». Иисус сказал прокажённому «Я хочу очистить». Петр и Иоанн сказали «Золото и серебра не имеем, но что имеем, даём тебе. Во имя Иисуса Христа из Назарета встань и ходи». Пётр сказал «Илиасу в Лиде, Илиас, Христос исцелил тебя». Апостол Павел, когда увидел человека, чья вера ожила, он сказал «Поднимись на ноги твои и ходи». «Писание» говорит нам, что жизнь Иисуса может явиться в нашем смертном теле. «И Дух Святой говорит» в книге Откровения «Всякий, кто жаждет, пусть приходит, пусть пьёт бесплатно, бесплатно. Это ваше. Даром. Ожидайте чудо. Ожидайте чудо. Повсюду в наше время люди обращаются к Богу. И в этом есть потрясающее проявление веры в сердцах людей по всей планете. И благодаря этому ожиданию сегодня происходят чудеса. Чудеса исцеления, чудеса освобождения, чудеса для души и тела. Бог, мы поднимаем перед Тобой маленького Гарри. Мы просим Тебя совершить чудо во имя Сына Твоего Иисуса Христа из Назарета. Мы просим Тебя исцели Его суставы и кости. Исцели Его тело от макушки головы до подошвы Его ног. Гарри, во имя Иисуса, будь исцелен от макушки головы до подошвы ног. Исцели, Господь, эти ноги. Исцели Его. Исцели Его бедра. То, что ты чувствуешь, это Божье присутствие. Господь проявился в моей жизни необычайным образом. Это было гораздо больше моих естественных способностей, моего познания. Господь дал мне сверхъестественное помазание и знамение в мою правую руку, когда я чувствовал, что Его присутствие исходит через локоть и кисть руки. Я возлагал свою руку на многих больных людей и на одержимых. Как только я возлагал руку, они даже чувствовали это, как это проходило через все их тело. И это возложение становилось точкой контакта. И когда происходило исцеление, вы должны помнить, что это происходило в присутствии множества людей. Они наблюдали за этим. Происходило ли это на самом деле или нет? Что вы начинаете делать? Я хочу снять это. Я знаю, что я исцелена. Вы знаете, что? Я исцелена. Вы можете пошевелить шею, подвигать. Знаете, кто бы ни был болен, все они выстраивались в очередь день за днем, вечер за вечером. А я сидел на стуле на маленькой сцене, которая была оборудована для прохода людей. Эти люди были хромые, парализованные. У них была карточка. Другие приходили вместе с врачами. Другие просто сидели, наблюдали. Некоторые скептики, другие богословы, которые верили, что чудеса лишь для прошлого. Поэтому я должен был сначала проповедовать Библию. Я не мог просто сказать, «Эй, Бог сказал мне, и я принес Божье присутствие, Бог может исцелить вас через меня». Нет. Сначала я должен был проповедовать Библию. Я должен был проповедовать каждый час, каждые полтора часа. Я проповедовал это. И делал это, иллюстрируя историями, чтобы привлечь внимание людей, чтобы они могли поставить себя на место персонажей из Библии, которые были некогда больны, которые нуждались в чуде. И я специально драматизировал это. Я разыгрывал это. Я изображал либо хромого, либо парализованного, больного человека, или я изображал апостола, пророка. Представьте, его приносили ежедневно к воротам у храма Божьего и клали его там на землю, и там он попрошайничал, зарабатывая на жизнь. Однажды Петр и Иоанн, эти люди, которые были с Иисусом, проходили мимо. Они остановились и сказали попрошайке, «Посмотри на нас!» И этот человек посмотрел, ожидая, что они дадут ему что-то. Я разыгрывал всякую историю в Библии и вообще сами по себе проповеди. Они становились как бы частью служения. Ему сказали, «Денег у нас нет, но что имеем, даем тебе!» И тогда ожидание попрошайки изменилось. Он больше не ожидал денег, он ожидал то, что эти люди могли дать им, а что они могли дать? Исцеляющую силу Иисуса из Назарета. Слава да будет его имени. И они сказали, «Знаешь, денег у нас нет, но что имеем, даем тебе!» «Во имя Иисуса из Назарета поднимись и ходи!» Он вскочил, начал ходить и бегать по храму Божьему. Друзья, я мог бы долго с вами сегодня говорить, но есть лишь одно, что важно знать о том, как вы можете принять чудотворную силу Божью. Вы должны ожидать и иметь веру. Следующее, что я делал, я обращался к неспасенным, которые еще не знали Христа. Я говорил, «Сейчас ваш час, ваше время. Это ваш час». Неспасенные люди, они выходили по проходам тысячами. Я принимаю Иисуса Христа как моего личного спасителя. Я буду жить для Него во веки. После этого я вызывал людей на исцеление. Любой человек в зале выходил на исцеление. Я брал и маленьких, и больших, и средних, с разного рода болезнями. Мы не выбирали отдельно. И когда Господь сходил в Своем помазании, они видели, что проповедь Евангелия сопровождалась силой. Они слышали это, и что-то проникало в их сердца. Когда они видели, как толпы неспасенных людей отвечают на Мое приглашение, они были удивлены. Они видели 500 или 1000, иногда даже 2-3 тысячи людей, которые выходили по проходам, чтобы принять спасение, точно так же, как они однажды выходили в церкви. Позже люди видели очередь за исцелением. Скажем, если была опухоль величиной с кулак, которую люди могли видеть издалека, и Господь просто убирал эту опухоль на глазах у всех людей, и человек начинал радоваться и воздавать славу Богу. Спасибо, Иисус. Просто исчезло. Или маленький мальчик, который повредил себе позвоночник, и он носил растяжки на ногах и на костылях, и он начал ходить. Он просто забыл даже про костыли, и тогда люди, они были так захвачены этим. Вы знаете, я был ужасно болен туберкулезом перед тем, как я нашел лекарство. Я был при смерти, но Бог всемогущий смилостился надо мной. Он спас мою душу, Он исцелил мои легкие. Поэтому я знал, что Бог способен исцелять. И никто не переубедил бы меня. Повернитесь, покажитесь людям. Слава Богу! Поднимай ноги, поднимай руки. Скажи мне, как ты себя чувствуешь. Чудесно! Лучшее время Крусейдов приходилось на вечер, когда почти все люди принимают исцеление. Это было настолько потрясающе, что казалось невероятным. Скажи мне, что ты теперь сделаешь со своей инвалидной коляской? Выброшу ее. Это было настолько чудесно, что не стыковалось ни с каким богословием, которое противоречило чудесам. Однако, это невозможно было перечеркнуть. Пожалуйста, поднимитесь. Я хочу, чтобы вы вложили свой палец в левое ухо, чтобы она не могла слышать с левой стороны. Левым она могла раньше слышать, правильно? А глухое было правое ухо. Пожалуйста, вложите палец в левое ухо, чтобы оно было закрыто, и что левым она не может слышать. Давайте посмотрим, слышит ли она правым. Как тебя зовут, дорогая? Скажи, я люблю тебя, Иисус. Я люблю тебя, Иисус. Слава Богу! Слава Богу! Аминь! Аминь! Пожалуйста, подержи микрофон. Скажи, я люблю тебя, Иисус. Я люблю тебя, Иисус. Слава Богу! Слава Богу! Аминь! Аминь! Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь! Аминь! Ты слышишь меня хорошо? Да? Очень хорошо. Миссис Мелли, вы убеждены, что она хорошо слышит? Вы убеждены. Она действительно пришла за исцелением. Вера приходит от слышания. Вера приходит от слышания. Каждый день и каждую ночь иудеи были в засаде у ворот Дамаск, чтобы схватить Павла и убить его. Но Павел знал об этом. И Библия говорит, что ученики взяли его ночью и спустили его со стены в корзине. Иногда люди говорят, брат Робертс, я так долго держался за эту веревку, я не знаю, насколько меня еще хватит. Позвольте мне сказать вам, дорогие мои, позвольте мне сказать вам, почему вы можете отпустить эту веревку. Есть две причины. Первая причина в том, что корзина уже недалеко от земли. Вторая причина, у Бога нет никого на этой веревке, кроме вас. Каждый раз, когда я держу мальчика на своих руках во время исцеления или маленькую девочку, которую я сажу на свои колени, чтобы молиться за нее, я не знаю, насколько великий мужчина или женщина вырастет этот ребенок. Я не знаю, насколько великим человеком Бог предопределил этих маленьких. Я говорю вам, будьте верными, держитесь за веревку. Я понял нечто из Слова Божьего. Пока ты не проповедуешь Слово, вера людей не поднимается. В Римлянам 10.17 сказано, «Вера приходит от слышания, а слышание – от Слова Божьего». Я ничего не делал, пока не проповедовал. Многие люди, они настаивали, чтобы я поднимался на сцену и сразу молился за больных без проповеди, но я отказывался. Я брал свою Библию, это все, что я держал в своих руках. Обычно я не имел никаких записей. Я готовился в комнате до тех пор, пока я не знал свою проповедь наизусть. И я читал проповеди о избавляющей силе Божьей, о Христе, о Христе, о Христе, который чувствовал то, что ты чувствуешь. Он сидел там, где ты сидишь. Христос имеет ответ, Он и есть ответ. И я представлял Его таким образом, что когда проповедь заканчивалась, я действительно верю, что тысячи людей могли чувствовать, как будто Христос стоит рядом с ними. Сила и помазание было настолько мощными. Они проходили просто как волны по всему количеству людей. Сила Божья пронзала мое тело, пока я проповедовал. Даже мой голос изменялся в тембре, он становился ниже, он становился сильнее, и он буквально пронзал людей. Главная причина страха, главная причина, по которой люди боятся, настоящая причина, которая захлёстывает их в жизненном шторме, заключается в том, что мы забыли о существовании благого Бога. Мой друг Христос, Он мистер Вселенная, есть твёрдое основание в вере Бога. Он знает, что мы можем переправиться на другой берег. Если вы будете в лодке и верите Христу, вы переправитесь на другой берег. Смотрите на Иисуса. Посмотрите на учеников, которые сидят в страхе и ужасе. Вы слышите, как они валяются на дне лодки в страхе, но посмотрите на Иисуса. Он стоит в лодке, Он непоколебим, Он недвижен, Он уверен. Ветер развивает Его волосы, шторм бьёт по краям Его одежды. Он слушает, Он поднимает своё лицо, Он протягивает свою руку и повелевающим голосом, который поднимается выше шума волн, шума шторма, выше криков учеников, которые кричат в страхе. Он говорит, «Мир! Успокойся! Успокойся!» И Он заставляет море успокоиться. И в тот же момент лодка причалила к берегу. Посмотрите на Иисуса. Посмотрите на Него сейчас, как Он стоит на другом берегу, когда Он выходит из лодки в окружении своих боязливых учеников. На какую-то минуту они даже испугались, они молчат, а Он спрашивает, «Почему вы так испугались? Где ваша вера?» Когда ты чувствуешь, что сила шторма захлестывает тебя, когда ты чувствуешь, что у тебя нет твердой почвы под ногами, когда то, к чему ты стремился, вдруг проскакивает сквозь пальцы, когда ты слышишь раскаты шторма ночью, и ты чувствуешь, что ты в страхе. Помни, что Христос сказал им. Он говорит, «Это нам!» «Почему вы так боязливы?» «Где ваша вера?» Я хочу, чтобы вы смотрели на Иисуса, когда Он стоит на берегу, окруженный Своими учениками. Они подходят к Нему немножко в смятении и страхе, они шепчутся друг с другом, «Что же это за человек?» «Ибо даже шторм и море послушаются Ему». «Что же это за человек?» Он действительно человек, но Он также Бог. Он был человеком, младенец, рожденный в Вифлееме, окутанный в одежду и положенный в ясли. Когда ему было 12, Он стоял в храме среди священников и отвечал на их вопросы. Он был мужчиной, Он был человеком, когда Он оплакивал Лазаря, но Он был Богом, когда Он сказал, «Лазарь, выйди вон!» Он был человеком, который спал на возглавии в лодке, но Он был Богом. Когда Он поднялся над волнами и сказал, «Море, успокойся!» и она успокоилась. «Что же это за человек?» Он приказывал, и даже ветер и волны были послушны Ему. Эта проповедь начинается и заканчивается приказом Христа. Сначала Он приказал Своим ученикам перебраться на другой берег. Во-вторых, Он приказал волнам и морю успокоиться. «Мои друзья, мы должны переправиться!» А позже Он говорит всем врагам, всем обстоятельствам, всем силам тьмы «отступить!» И если ты веришь, ты пройдешь! Слава да будет Его имени! Он повелел. Сказано, что волны и ветер послушались. Христос повелел. Он повелевает раку оставить ваше тело. Он повелел слепоте уйти из ваших глаз, зрению вернуться. Он повелел смерти оставить ваше тело. Он повелевает вашему языку разрешиться и говорить. Он повелевает исцеление в ваши суставы. Он повелел протянуть усохшую руку, и она исцелилась. Он повелел греху оставить вашу душу, и Он убелил вас белее снега. Он повелел страху оставить вас, и вы становитесь свободными, как птичка в небе. Христос повелевает, и силы греха послушаются. Дорогие мои, оставайтесь в лодке с Иисусом. Думайте о Нем все время, и не забывайте, если вы будете думать об Иисусе, если вы плаваете с Иисусом, если Христос в вашей жизни, вы не сможете утонуть, вы переправитесь на другой берег. Пожалуйста, склоните свои головы. Слово Божие стоит превыше всего. И я видел, что люди переживают обличение в грехах, и после этого начинались исцеления. И даже во время неудачных служений, и вы знаете, я терпел поражение во многих случаях, люди видели эти поражения, неудачи. Вы знаете, это на самом деле волнующее переживание, когда люди приходят к тебе, один исцеляется, а другой не исцеляется. Один исцеляется, а другие пять не исцеляются. Я на всеобщем обозрении. Очень уязвим в такой ситуации, когда я сижу там. Но, понимаете, я осознавал, что я нецелитель. Я чувствовал, если Бог не исцеляет их, я чувствовал, что чудо не приходит. Но если я проповедую Его Слово, в последней главе Евангелия от Марка, Он обещал мне подтвердить Слово чудесами и знамениями. Я действительно верил в это. Я верил в это, и это происходило. И подтверждением моей проповеди были чудеса и знамения, что привлекало большое множество людей и приводило их в веру. И многие из них принимали исцеление. Они даже принимали его, сидя на своих местах. Это правда, что я не могу исцелять. Я никогда и не утверждал этого, потому что я знаю, что исцелять может только Бог. Но Бог использует служителей. Бог использует инструменты. И я чувствую, что это то время, когда Его дары особенно являются в освобождении людей от всяких болезней и немощей. Мы видели многих врачей сегодня по всему миру, и мои друзья, также некоторые, они врачи. Я дорожу дружбой с этими людьми. Они очень много сделали для меня и для множества других людей. Но мы также верим, что Бог слышит молитвы, и что Бог может сделать то, что никакая земная сила не способна совершить. Бог на это способен. Но мы должны иметь веру в это. Мы должны верить. Мы должны высвобождать свою веру. Мы должны обратиться в вере к Богу. Я постоянно говорил им, что я не могу исцелить вас. Я исцелил бы, если бы мог, но на самом деле ваша вера, которая приходит от слышания Божьего, она способна исцелить. Поэтому в нашем служении был баланс, равновесие между словом и исцелением. Начало слова, потом исцеление. У меня было примерно 40-50 проповедей, которые я проповедовал в течение многих лет. Я проповедовал во время 60-дневных крусейдов. И я использовал некоторые из этих проповедей. И были также сезонные, так называемые, проповеди, которые я проповедовал временами. Я верю, что каждую проповедь нужно проповедовать 30-40 раз, чтобы она пропитала проповедника, чтобы сам проповедник стал этой проповедью. И когда я выходил на сцену, я действительно сам был этой проповедью. И люди могли чувствовать это. Они слышали это. И мне не нужно было подыскивать слова. Эти слова просто лились рекой из моих уст. Эти слова просто вылетали из меня. Человек должен высвобождать свою веру. Человек должен вкладывать ее в действие. Потому что считается активная вера, высвобожденная вера. Именно эта вера исцеляет человека. Потому что вера спасет болящего, и Господь восстановит его. Все это действие. Ты должен высвободить свою силу. Ты должен приложить свою веру. Ты делаешь что-то. Бог делает что-то. Ты обращаешься к Богу. Бог обращается к тебе. Ты веришь в Него. А Он посылает свою силу в твою жизнь. И вы знаете, я так много говорил на языках. Я чувствовал силу Божьего. И я говорил, она приходит. Точка контакта. Точка контакта. Вот Иисус Христос на небесах. Его Дух наполняет всю землю. Верьте, что Он имеет власть и силу над вашими болезнями. И тогда обращайтесь в вере к Богу. Когда вы встанете сегодня в очередь за молитвой, я возложу свою правую руку на вас. Пусть это будет точка контакта вашей веры с Богом. Когда я помолюсь массовой молитвой за всех людей, присутствующих здесь, я протяну свою руку к вам, а вы возложите свои руки на свое тело. Верьте, что Иисус Христос из Назарета может прикоснуться к вам и сделать вас здоровыми от макушки головы до подошвы ваших ног. Не важно, где вы, кто вы. Когда я помолюсь за вас, верьте, что Бог исцелит вас, потому что Бог слышит молитву. Он здесь прямо сейчас. Если мы только верим в Него. Так называемая точка контакта была дана мне особенным образом. Когда я был в небольшой церкви, где я был пастором, там был маленький офис. Однажды я просто упал на ковер, на мое лицо, и я искал Бога, когда Он вел меня в служение и исцеление, потому что я не знал, что делать. Я чувствовал призвание. Я чувствовал призвание. Но чувствовать призвание и знать, что делать, это две разные вещи. И когда я лежал на своем ковре в офисе, я искал Бога. Я полностью забыл о времени. Я даже не знал, как долго я лежал там. Но довольно скоро все как-то растворилось, и остался только Бог и я. И в конце концов я услышал голос Господа, который сказал, «С этого часа ты будешь чувствовать мое присутствие в своей правой руке». Мое присутствие даст тебе способность различать присутствие демонических сил. Присутствие Божия через твою руку будет точкой контакта. Будет точкой контакта. И я думал, что такое точка контакта, о чем Бог говорит. Поэтому, когда я пришел домой, Бог повел меня, что когда я хотел включить свет, я нажимал включатель. В самом включателе не было силы. Он лишь руководил силой. И именно этот выключатель был точкой контакта. То есть, это то место, где ты соединял контакт, что приводило к тому, что загоралась лампочка и был свет. Или если бы я взял ключ в своем автомобиле, повернул бы его, тогда заработал бы двигатель. Это и был момент контакта с силой и мотором. Поэтому Бог сказал мне, что мое присутствие через твою руку будет точкой контакта. Во-первых, для тебя, чтобы ты почувствовал связь со мной, достаточно сильную. Не важно, что бы там ни было перед тобой, не важно, кто бы ни стоял перед тобой, не важно, какая болезнь, какой бес, какое мучение, какой человек. Пусть твоя исцеляющая рука, Господь, прикоснется к нему и исцелит. Мистер Джонсон, когда я возлагаю свою руку на вас, как будто электричество пронзает мои руки. Я просто чувствую присутствие Божие, которое пронзает меня. Это входит во все ваше тело. Я тоже это чувствую. Я почувствовал, как это пронзило меня, наполнило меня. Во-вторых, Господь сказал мне, что это будет точкой контакта для людей, когда я буду прикасаться к ним. Я говорил им, позвольте в вашей вере, из вашего сердца обратиться к Богу, потому что у Бога вся сила. Я лишь точка контакта для вас. И обычно это работает через мою руку. Это не единственная точка контакта, но это была та, которую Бог использовал в моем случае. Господь действительно прикасается к вам. Я знаю, я чувствую его. Вы чувствуете, Господа? Да, я чувствую. А как это чувствуется, чувствовать Господа? Чувствуется так, как будто он проходит через меня. Это самое лучшее чувство из всех чувств в мире. Поднимите свои ноги одну за другой. Когда они чувствовали теплоту Божию, которая проходила через мою руку в их тело, они просто высвобождали свою веру, потому что они начинали чувствовать, потому что они чувствовали прикосновение Божьей силы, они чувствовали прикосновение самого Бога. И их вера в тот момент совершала исцеление. Она несла исцеляющую силу, сверхъестественное чудо. В их жизнь я чувствовал это. Сэр, я чувствую Господа. Я чувствую, что я исцелен. Я почувствовал это, когда прикоснулся к вам. Пожалуйста, поднимите ноги одну за другой. Теперь подвигайте руками. Я чувствовал это на самом деле. Я постоянно говорю людям, что исцеляет присутствие Господа, а не человека. Я бы мог молиться за вас всю ночь, но если бы присутствие Бога не пришло, никто бы не исцелился. Но как только его присутствие приходит, люди исцеляются. В момент контакта вы направляете свою веру к Богу. И именно тогда вы высвобождаете свою веру. И тогда эта точка контакта происходит тогда, когда ваша вера выходит к Богу. И эта точка контакта становится силой, за которой держится твоя вера, принимая чудо. Поэтому на самом деле точка контакта лишь помогает вам высвободить вашу веру и принять чудо от Бога. Она помогает вам сохранить то, что вы принимаете от Бога. Спасибо за кровь, которая искупила нас. Кровь искупила нас. Точка контакта в том служении, которое я несу, как я думаю, находится там, где люди собираются в присутствии Господа. Приходит такой момент, когда присутствие Господа приходит очень сильно, когда люди поклоняются Господу все вместе, когда они сосредотачивают свой взгляд на Господе Иисусе. Кэтрин Кульман тоже двигалась в этом помазании. Я думаю, что Бог использовал ее, чтобы показать мне важность того, чтобы привести людей в присутствие Господа. Я верю, что сегодня есть особое движение в поклонении, есть новое движение в том, что касается вести людей в присутствие Божьего. Вы знаете, люди, они, честно, устали просто наблюдать за этим и не переживать самим. Люди устали видеть исцеление, не будучи исцеленными сами, но единственный путь, по которому они могут пережить исцеление, это войти в присутствие Бога. Артрит ушел. Посмотрите, она плачет. Где был артрит, где был ревматизм? Он был в руках, было так трудно двигаться. О, было так больно. Боль ушла. Она ушла. Боль абсолютно ушла. Когда мы пели, Иисус, Твоё присутствие исцеляет меня, тогда Господь исцелил меня. Когда мы пели, Иисус, Твоё присутствие исцеляет меня, тогда сила Божия коснулась. Когда люди входят в Божье присутствие, они просто теряются в Его присутствии. И тогда они способны высвободить свою веру, чтобы прикоснуться к краю Его одежды. В то время даже мне не нужно возлагать на них руки. В служении Орала Робертса присутствие Божия сходило через Его руку. Сила Божия прикасалась к людям через Его руку. Когда Он прикасался к людям, тогда сила Божия касалась. Только тогда сила Божия высвобождалась в их телах. В моем служении сила Божия высвобождается в людях в тот момент, когда они стоят и поклоняются Богу. Когда они поклоняются Господу, они просто наедине с Богом. Есть такой момент, когда, вау, присутствие Божия высвобождается потрясающим образом. И именно к этому мы стремимся. не с силой и не могуществом, но Духом Моим говорит Господь. Поклоняйтесь Ему, поклоняйтесь Ему, поклоняйтесь Ему. Мы воздаем Тебе хвалу, Иисус. Мы воздаем Тебя славу и честь. Мы чтим Тебя, Господь. Ты наш Искупитель. Ты Господь Всевышний. Мы славим Тебя. Тебя мы славим. не с силой и не могуществом, но Духом Моим. Я воздаю Тебе хвалу, Господь, за помазание, которое есть на этом месте. Иисус, это Твоя сила, это Твоя слава. Исцели свой народ, Господь. Исцели свой народ. Я присутствовал на служениях Кэтрин Кульман, и я прошел школу служителей. Там было очень много музыки и поклонений. Это то, что я почувствовал. Я верю, что Кэтрин Кульман несла то же самое помазание, которое нес Елисей. Библия говорит об Елисеи, что он был под большим влиянием музыки. Есть один пример в Слове, в Библии, где сказано, что перед тем, как Елисей слышал голос Божий, для него играли на инструментах, я верю, что Господь дал мне то же самое помазание. Я чувствую влияние музыки. Но я верю в то, к чему люди стремятся сегодня. Они на самом деле хотят войти в присутствие Божие. Они также стремятся не просто почувствовать присутствие Божие, но пережить прикосновение силы Божией. Именно поэтому я чувствую, что пришло то время, когда нам, служителям, нужно высвобождать помазание. Иисус, исцели свой народ, Господь. Слово Твое говорит, Он изъязвлен был за наши преступления. Он был наказан за наши беззакония. Наказание мира нашего было на нем. И ранами его мы исцелились. Когда присутствие Божие приходит на служениях, что-то начинает происходить со мной. Я запрещаю каждому духу немощи. Помазание сходит на меня. Я вдруг изменяюсь, и все вокруг меня изменяется. Изменяется ход моих мыслей. Изменяется мое поведение. Я становлюсь смелее, я становлюсь четче, я становлюсь быстрее. Это похоже на то, как будто кто-то дает мне новые способности, как будто мой разум освобождается от всякого тумана, от всякой рассеянности. Это похоже на то, как будто кто-то открывает окно, открывает дверь, и все становится кристально ясным и четким в духе. Это настолько же кристально чисто, как будто я смотрел это на экране. Я приказываю тебе, дух немощи и боли, я приказываю тебе, ты без болезней во имя Иисуса Христа из Назарета, который поразил тебя на Голгофском Христе 2000 лет назад. Во имя Иисуса Христа, кому я принадлежу и кого я проповедую, я приказываю тебе, во имя Иисуса Христа. Оставь народ Божий. Оставь народ Божий. Сила имени Иисуса, которое против тебя, я приказываю, оставь народ Божий. Ты дух немощи, ты долго держал народ Божий, но я иду против тебя, кровью Адамца, я иду против тебя, пролитой кровью на кресте. Господом Иисусом, моим Искупителем, я повелеваю тебе в могущественное имя Иисуса. Отпусти народ Божий в этом месте. Отпусти их. Отпусти их во имя Иисуса. В могущественное имя оставь их, оставь их, оставь их. Поднимите свои руки и принимайте чудеса. Поднимите руки и принимайте чудеса. Сила сатаны сокрушена. Принимайте свое чудо. Воздаем тебе хвалу, Иисус. «Мы славим Тебя, Иисус! Мы славим Тебя, Иисус!» Кто-то исцелился от рака с правой стороны. Я чувствую это. Я чувствую, что сила болезни сокрушена. Поднимите руки и просите Иисуса исцелить вас. И именно тогда я чувствую, что кто-то исцеляется. И в тот момент, когда я говорю эти слова, именно тогда люди начинают стремиться к этому и прикасаются к Господу. Работники моего персонала говорили мне, что в тот самый момент, когда я связываю болезни, когда я стою на сцене, а в зале собрались тысячи людей, в тот момент, когда я запрещаю болезни, как говорили мне работники часто, весь зал пронзает как бы электричество. И люди сразу же начинают делать то, что они не могли делать. И я просто не способен это видеть. Люди просто находятся в присутствии Божьем. Но в тот момент, когда я говорю, что кто-то исцеляется от чего-то такого-то, они принимают это. И это принадлежит им. Они принимают это. И именно это помогает их вере высвободиться. Это сила Божья в действии. Это ее инвалидная коляска. В служении Орала Робертса он должен прикасаться. Он чувствовал помазание в руке. Я не чувствую помазание в руке, но вместо этого я чувствую помазание во всем моем теле. И есть такие моменты, когда эта сила настолько велика, что все мое тело немеет. Не только руки, но все мое тело просто немеет. И часто во время Крусейдов происходит нечто, что я просто не могу описать. Иногда где-то в середине собрания я вдруг начинаю чувствовать, что руки мои немеют. Они не становятся горячими, они просто немеют, как будто меня подключили к электрической розетке. И я видел это на протяжении многих лет. Моя рука тоже немеет во время служения, когда сила Божья увеличивается. И тогда происходят невероятные чудеса, которые не происходили до того момента. Это почти как знамение для меня от Бога. Как будто Бог говорит, сейчас я увеличиваю свою силу. Поднимите ее. Где ее муж? Что происходит с вашим позвоночником? Будь здорова. Поднимите ее опять. Вы муж ее? Наклонитесь, смотрите, смотрите, смотрите. Поднимите ее. Поднимите носилки. Посмотрите, посмотрите. Поднимите ее. Помогите ей подняться. Посмотрите. Принесите носилки. Посмотрите. Воздайте хвалу Господу! Это слава Божья! Это слава Божья! Я думаю, что самый великий контраст между Крусейдами и Селения, которую проводил я и другие служители в 40-х, 50-х, 60-х, даже в 70-х годах, и те потрясающие Крусейды Бенни Хина и других служителей, подобных ему, особенно Бенни Хина, потому что он самый заметный на этом поле. На самом деле мы видели большие палатки в прежние годы, потому что раньше не было больших залов, но сейчас времена изменились, сейчас есть самолеты, сейчас есть поезда, сейчас построены большущие аудитории с кондиционерами для воздуха на 15-20 тысяч. И сейчас Дух Божий сходит очень сильно. Кажется, что в случае Бенни Хина Господь избрал проявляться через Слово Знания больше в нем, чем во мне. И дело не в том, что Бенни Хин не возлагает руки на людей или использует другие методы, но я вижу, будучи на его Крусейдах, и часто, когда я просто присутствую, я вижу, что он говорит, и основная черта есть в том, что Бог дал ему особое помазание, которое он дает людям. То, что Бог дал мне, это чисто исцеление. Исцеление приходило через меня. Оно не было от меня, оно было от Бога, но оно приходило через меня, как через инструмент, который служил людям. Есть мощное помазание, такое, которого я никогда не видел, но я видел это у Кэтрин Кульман. Я думал, что она просто несравнима ни с кем. Я помню ее как как ту, которая действована во все времена. Но также поднялись молодые служители, которые вместили в себя нечто от меня, нечто от других служителей на этом поле, также от Кэтрин Кульман, которая была широко известна во многих странах. Но я также вижу, что есть особое помазание, которое отличается от всего остального. Например, когда я чувствовал присутствие Божия, и до сих пор я чувствую, как оно проходит через мою правую руку, как точка контакта для людей. Служение Бенни Хигнона, когда люди стоят, поклоняются Богу, служат Ему прославление, когда люди поднимают свои руки, он просто направляет это. Он часто сам ведет прославление, он просто ждет, когда придет помазание. И когда помазание приходит... Понимаете, я сам это чувствовал. Помазание наполняет все здание. Вся атмосфера внутри здания изменяется. Ты чувствуешь, как будто это пронзает тебя, проходит по множеству людей, слезы начинают течь по щекам людей, и вдруг ты чувствуешь, что ты вошел в какую-то новую фазу, на какой-то новый уровень. Ты чувствуешь, что ты вступил в потрясающее присутствие Божие. И в течение всего этого он зовет людей и дает людям возможность свидетельствовать, особенно когда он говорит славознание о конкретных видах болезней. Он говорит о том, что люди переживают силу исцеления, и если вы чувствуете это, вас зовут на сцену и проверяют. И тогда Бенни Хин представляет таких людей для всего собрания. Часто, когда Бенни Хин возлагает на них руки, они просто падают под силой Духа. Мы называем это падать под силой Духа. Символически мы называем это отключиться в силе Духа. Они, конечно, с ними ничего плохого не происходит. Они просто как бы отключаются, действительно. Я знаю, что Бог исцелил ее. Я знаю, я знаю, я знаю, что Бог исцелил ее. Вне зависимости от того, произошло исцеление или нет, мощное помазание, оно все равно сходит на людей. Я чувствую, как будто мой разум обновился. И выражение лица даже меняется. Это просто удивительно. Ты просто видишь, что человек действительно встретил Бога, он получил от него чудо. Несколько лет назад муж прострелил мне легкое, но Бог восстановил наш брак, и мы оба теперь служим Господу. Но год назад мне сказали, что у меня развивается астма. И в этом месяце исполнилось 8 лет с тех пор, как муж прострелил мне легкое. Я почувствовала, что сатана просто пришел, чтобы сказать мне, что я не исцелена. Но я исцелена, когда мы славили Господа сегодня. Он прикоснулся ко мне, Он прикоснулся ко мне. Я исцелена. Я славлю Бога. Вы можете дышать. Да. Воздайте славу Господу. Я думаю, что пришел более высокий уровень, и я думаю, что Бен Хин принес более высокую степень помазания и исцеляющей силы Божьей. Видите ли, я сам прошел и огонь, и воды, и медные трубы. Я знаю, когда это по-настоящему, а когда подделка. Бен Ни Хин — это по-настоящему. Ему не нужно ничего менять. Просто пусть будет такой, какой есть. Потому что помазание Божье в Нем, и самое лучшее все еще впереди. Исцеление — это жизнь. Иисус пришел, чтобы дать жизнь. В Иоанна 10, 10 сказано, «Я пришел, чтобы имели жизнь, и чтобы жизнь имели с избытком». Поймите правильно, что такое болезнь. Болезнь — это не благословение от Бога, это не подарок с неба, это не вознаграждение за благочестивую жизнь, это проявление смерти, которая действует в вашем теле. Это иссушивает ваше тело, приходит внутрь вас и убивает внутренние органы, лишает вас зрения, лишает вас слуха. Да, болезнь входит лишь с одной целью — украсть, убить и погубить. Болезнь приходит с мучением. Сколько люди в Библии прибегали к Иисусу и говорили о болезни. Господин, слуга мой, ужасно мучается в болезни. Слово «мучается» часто используется в Библии в связи с описанием болезни и немощи. Болезнь — это не жизнь, болезнь — это смерть. Это смерть в вашем теле, которая срубает вас под корень. Это смерть, которая протягивает свои отвратительные руки, чтобы лишить вас жизни, чтобы положить вас и привязать вас к кровати в больнице. Болезнь — это не друг ни Богу, ни вам, никому, либо, кроме дьявола. Исцеление — это жизнь. И Иисус пришел, чтобы дать вам жизнь. Христос не пришел для того, чтобы сократить вашу жизнь. Он не пришел для того, чтобы сделать вас больными, но сделать вас здоровыми. Он исцелял целые толпы людей. Никто не был болен, когда Иисус был рядом. Исцеление — это жизнь. И Христос пришел дать жизнь. Желание Божие символизируется и выражается в Иоанна. В третьем послании Иоанна говорит, «Возлюбленный, я молюсь, чтобы ты преуспевал и здравствовал, как душа твоя». Чтобы ты что? Здравствовал, как преуспевает душа твоя. Каково желание Бога для тебя? Бог желает, чтобы вы были сильны душой, и во-вторых, чтобы вы были крепки своим телом, и в-третьих, чтобы вы преуспевали в своей жизни. Дамы и господа, именно Духом Святым хаос превращается в красоту в книге бытия. Слово Божие говорит нам, что земля была бесформенна и пуста. Это и есть прообраз хаоса. Это и есть прообраз безобразия и тьмы, пустоты. И дальше говорится, «И Дух Божий двигался по поверхности воды». Хаос превратился в красоту, когда Дух Святой пришел. Сегодня вечером, если вы позволите Ему прикоснуться к вам, Он превратит ваш хаос в красоту, вашу пустыню в плодоносный сад. Он превратит вашу болезнь в здоровье, Он превратит ваше рабство в свободу, Он превратит вашу тьму в свет. Он превратит ваше смущение в покой, «Ибо где Дух Господень, там свобода, там мир. Где Он, там есть свобода. Где Дух Божий, там есть сила». Понимаете ли вы, что Он равнозначен с Отцом и Сыном? Понимаете ли вы, что Он есть сила Троицы? Понимаете ли вы, что именно Он присутствует на земле сегодня? Дамы и господа, хорошенько послушайте меня. Хорошенько послушайте меня. Библия говорит нам, когда враг выступает против тебя, как поток, не ангелы, не святые даже, не пастор, но сам Дух Святой поднимается против твоих врагов. Когда враг выходит против тебя, Дух Святой встает между тобой и твоими врагами и останавливает их на твоем пути. Не силой, не могуществом, но Духом Моим говорит Господь. И следующий стих в книге Захарии, 4 главе, если вы прочтете этот чудесный отрывок из Слова Божьего, в 6 стихе говорится, не силой, не могуществом, но Духом Моим, но 7 стих говорит, «Кто ты, гора, которая стоит на пути у Зарававеля? Друг мой, брат мой, сестра моя, не силой, не могуществом, но Духом Святым, всякая гора уйдет с твоего пути». Может быть, прямо сейчас на вашем пути стоит гора. Может быть, на вашем пути стоит большая гора. может быть, это рак стоит как гора. Может быть, сердечная болезнь как большая гора. Может быть, лейкемия как гора. Может быть, это ужасная болезнь, о которой ты молился, «Бог, исцели меня», может быть, это гора, но я принес тебе новости, когда Дух Святой придет, никакая гора не сможет устоять на твоем пути, ибо Он сдвинет всякую гору. когда Дух Божий приходит, ты можешь смело посмотреть на этот рак и сказать, «Кто ты, гора, которая стоит на моем пути? Кто ты, кто осмелился стоять против меня?» Святые, без Духа Святого приходит страх, но с Духом Святым приходит смелость. Вы боялись вы боялись рака, вы боялись лейкемии, вы боялись болезни сердца, вы боялись этих ужасных болезней, которые буквально съедали ваше тело, вы боялись болезней, которые коснулись всей вашей семьи, но когда Дух Господень сходит на вас, вы смотрите на эту болезнь, и вы говорите, «Ты дьявол! Как осмелился ты прикоснуться ко мне? Ты дьявол! Как осмелился ты прикоснуться к моей семье? Ты дьявол! Как ты осмелился приблизиться ко мне? И этот без рака должен склониться. Сегодня вечером этот без рака в вашем теле умрет, потому что когда Дух Жизни приходит, тогда смерть должна отступить. Кто-то воскликнет «Аллилуйя!» Друзья мои, послушайте, повторите за мной, Дух Святой есть Дух Жизни. Скажите снова, Дух Святой есть Дух Жизни. Скажите снова, Дух Святой есть Дух Жизни. Вы знаете, что рак это не жизнь, а смерть. Послушайте внимательно, рак не приносит жизнь, он приносит смерть. Дух смерти стоит в корнях рака. Дух смерти стоит за всякой болезнью сердца, Дух смерти стоит за ликемией, за диабетом, за астмой. Дух смерти стоит за всеми этими болезнями, но когда Дух Святой приходит, этот Дух Смерти должен уйти. Пусть Бог восстанет и враги Его рассеются. Сегодня вечером Господь восстанет и рак убежит, ревматизм убежит, диабет убежит, смерть убежит. Иисус Он все еще исцеляет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, двенадцать пустых инвалидных колясок за одно служение. Что происходит? Здесь был вид ревматизма. С пятнадцать лет она не была способна двигать руками. Посмотрите, пятнадцать лет я не могла. Было трудно и больно, но теперь посмотрите, посмотрите, ноги тоже, ноги тоже было больно, но сейчас смотрите. Ты был алкоголиком как долго? Долго, очень долго. Расскажи, что с тобой произошло. Мама, я знаю, что ты долго молилась. Я чувствую, что Господь освободил меня, помазание прикоснулось ко мне и освободило мне. Я почувствовал, как электричество пронзило все мое тело. И я знал, что я свободен. Я принимал это. Я сказал, Господь, это мое, это мое. Ты хочешь подчиниться Господу Иисусу до конца? Да, сэр. Сейчас. Ты будешь ходить в церковь? Тогда познакомься со своим пастором. Посмотрите на меня. Сколько пальцев? Три. Сейчас. Два. А сейчас? Один. Исцелилось! Рак в желудке уходит. Кто-то чувствует тепло в своем теле. Рак в печени. Господь исцеляет прямо сейчас. Воздайте славу Иисусу. У кого-то увеличенное сердце исцеляется сейчас. Господь прикасается к вам. Кто-то на инвалидной коляске. Кто-то исцеляется прямо сейчас. Я славлю тебя, чудесный избавитель. Провозглашенное слово, оно тоже является точкой контакта. Это слово знания. И если человек, который болен, не возьмет это слово, оно просто в одно ухо войдет и из другого выйдет. Оно должно опуститься в сердце. Когда слово провозглашается, или Бенни Хин, или кто-то другой служителей Божьих говорит, «Я имею слово, знание, что есть человек, мужчина или женщина вот с такой болезнью. Делайте это». И если они делают это, тогда Господь исцеляет их в тот самый момент. Или, по крайней мере, они начинают переживать исцеление. Но ты не будешь ничего делать, если твоя вера не простирается к Богу. Поэтому фактически слово «знание» это тоже точка контакта. И когда человек слушается слово, Бог исцеляет его. Многие из вас, вы будете исцелены, просто, когда вы стоите на своем месте. Господь целитель, а не я. Никто не может исцелить вас, кроме Бога. И Бог использует разные инструменты, разные сосуды. Он может воспользоваться медициной, или хирургией, или климатом. Он может воспользоваться даже питанием. Он может воспользоваться зарядкой, или сверхъестественной силой, или молитвой веры. Господь может использовать слово «знание». Даже когда вы просто сидите и слушаете проповедь и Слова Божьего, если это слово входит в ваше сердце, и вы верите в Него, тогда вы будете исцелены прямо тогда, когда вы слушаете. Если вы просто слушаете Слово Божие не только своими ушами, но вы слушаете его своим духом, вы слушаете своей внутренностью, и вы позволяете своей вере подняться к Богу, тогда Его исцеляющая сила сойдет на вас, в вашу душу, в ваше тело, в ваш разум, в ваши обстоятельства. И следующее, что вы подействуя сверхъестественной силы Иисуса Христа из Назарета. Есть одна женщина, которая не способна рождать детей. Вы чувствуете сейчас теплоту в своем теле. Женщина, не способная рожать. Вы только почувствовали. И мужа вашего зовут Гарри. Вы, молодая женщина, и вы не способны были рожать, но Господь исцеляет сейчас ваше тело. Слово знания о женщине, которая не могла родить детей. Его зовут Гарри, а она не могла родить детей. Точно как вы сказали. Это то, что Дух Святой показал. Когда я начинал служение, я не начинаю сразу же со слова знания. В 1974 году, когда я начал проповедовать, это было в декабре, сначала я просто звал людей к сцене и возлагал на них руки, как Орл Робертс. Я в своих руках, но люди падали под силой Духа Святого. И, конечно, некоторые из них говорили, что они исцелены, но не было никаких физических видных проявлений. И так было до мая 1975 года, когда я проводил в Торонто, в Канаде ежемесячное служение с того времени, как я начал проповедовать. В мае 1975 года я был на одной из центральных улиц в Торонто в одном из самых больших залов, и я просто знал, что на том служении что-то должно было произойти особенное. И Господь сказал мне, помните, что до того не было сильного служения поклонения, и я даже не фокусировал внимания на этом в прежние дни моего служения. И я просто... Знаешь, нужно идти за Господом, нужно слушаться, что Он говорит. и я знал, я просто знал, что в тот вечер Бог собирался сделать что-то по-новому. Он хотел сделать что-то свежее, как бы запустить новое служение. И я просто начал вести поклонение и ввел людей в поклонение, и я почувствовал, что я должен был продолжать, продолжать, продолжать. И вдруг, примерно полчаса прошло, когда мы поклонялись, я сказал, кто-то на балконе исцеляется, у вас было что-то плохо с бедром. Знаешь, раньше я никогда так не говорил, я видел, как Кэтрин Кульман это делает, но сам никогда не делал, но ничего не произошло. Но я был так убежден, что Бог делал это. Я снова сказал, кто-то на балконе получает исцеление, сила Божия пронзает вас. спустилась одна девушка в слеза, и она сказала эти слова. Она сказала, когда вы начали петь песню «Аллилуйя», присутствие Божие пришло в аудиторию, пришло на людей. Я почувствовал, как тепло, жар проходит через мое тело, и в тот момент я исцелилась, и вдруг это наполнило меня. На самом деле, присутствие Божие, оно не связано со мной, не с тем, что я делаю. Если люди входят в присутствие Божие, с помощью любого служителя Бог будет исцелять их, потому что это его натура, он хочет исцелять. Сегодня вы больные в теле. Пожалуйста, знайте, что я не могу исцелить вас. Я пришел сюда, чтобы направить ваш взгляд на Иисуса. Я пришел сюда сказать, что Он есть ответ, Он есть Сын живого Бога. Сегодня вечером Он не разочарует вас, Он не разочарует вас. Он любит вас слишком сильно, Он не хочет разочаровать вас. Все, что вам нужно сделать, это забыть об Энихине и просто обратить свой взгляд на Него, на Иисуса. Иисус! Когда вы смотрите на Него, вы почувствуете это чудесное присутствие. Я сидел, и вы сказали, что кто-то исцеляется от рака. Я почувствовал, как прохлада проходит по моему телу. Вы сказали, славьте Господа. Я начал славить Господа. Обычно мой желудок болел, но сейчас он перестал болеть. Рак, он съел почти все мои кости в запястье, и была постоянная боль. Сейчас боли нет. Я просто могу крутить, вертеть, куда хочу. Много людей, они понимают, что всемогущий Бог способен исцелить рак. Он абсолютно способен сделать это. Нам просто нужно верить. Я всегда понимал, что по-человечески я слаб. И я не собирался приписывать на свой счет ничего лишнего. Я знал, что я простой человек, смертный, как и все остальные. Я допускал много ошибок. И, очевидно, были такие времена, когда я был на высоте, другие времена были, когда я не был очень успешен. И люди, некоторые, исцелялись, даже в которых я не верил. Я просто молился за них, но было что-то в них самих, или было что-то в их отношении к болезни, что даже меня делали негативным. И я даже не верил, но Бог исцелял их все равно. Почему вы так сильно дрожали? Я не знаю. Может быть, чувствовать присутствие Божие? Люди в Библии, они чувствовали присутствие Божие и совершали великие подвиги. Вы пришли сюда, чтобы исцелиться? Да, я получил это. Мы верим вам, потому что Бог действительно исцеляет, и вы почувствовали Его присутствие очень сильно, правильно? Бог благословит вас. Пожалуйста, идите к своей жене. Как вы чувствуете в этот момент, брат Роберт? В моей руке сейчас справка от врача, которые говорят о моем состоянии во время болезни. Мне сделали целую серию рентгеновских снимков, и последний рентгеновский снимок показал, что раковая опухоль полностью ушла. Я прошел также анализ, и мне сказали, что раковая опухоль исчезла. В то время я был настолько убежден, что они исцелятся. Я так верил, а они не исцелялись. В конце концов, я осознал, что целитель-то не я. И на самом деле, Орел Робертс это инструмент. Орел Робертс это не источник силы. Если вы не отведете свой взгляд от Орела Робертса и не посмотрите на Бога, и вы и я потерпим неудачу, это то же самое, что сказать, мы можем провалиться, мы не можем делать это, даже если сильно постараемся. даже будучи совершенными, все равно мы видим через стекло смутно и гадательно, как Павел говорит в 13 главе Коринфянам. Я ничего себе лишнего не приписывал. Я сказал, если вы исцелены, это будет очевидно. И я всем говорил и советовал обратиться снова к врачам, потому что я всегда верил врачам, и я имею глубокое уважение к медицине и к врачам. И я говорил людям, если вы исцелены, пройдите тест, пройдите анализы. Не переживайте, исцеление не уйдет из-за лишнего рентгена. Вы ничего не потеряете? Вы дышите теперь свободно? Да, я свободно дышу. Но прямо сейчас я прохожу курс лечения. Вы должны пойти к доктору и сдать анализы. Я сделаю рентген. Сила Божия прошла через нее. Вы принимали все эти медикаменты как долго? Сорок лет! Где был артрит? В плечах и в ногах. Отдайте эту сумочку человеку. Покажите. От плеч до ног. Пошевелитесь. Поднимите ноги. Воздайте Господу славу. Не переставайте принимать медикаменты. Вам нужно встретиться с вашим лечащим врачом как можно быстрее, даже завтра, если можно. Пусть он проверит вас. Я не врач, поэтому я не могу запретить вам принимать медикаменты. Я проповедник. Понятно? Поэтому продолжайте принимать медикаменты, пока не поговорите с доктором. Когда поговорите, он не найдет никакого ревматизма. Я говорю людям, вам нечего терять. Вы все приобретаете, потому что вы приобретаете исцеление. Если вы не приобретаете исцеление, по крайней мере, вы переживаете духовное благословение. По крайней мере, проповедь помогает вам. Вы видите исцеление других людей. И, вероятно, вы сомневаетесь. И, вероятно, записывали количество людей, за которых я молился. Я молился за больше, чем полтора миллиона разных людей по всей Земле в Соединенных Штатах и в других странах. Что касается моей силы, я был молод. И я обладал физической силой, но, более того, сверхъестественная сила Божья с помазанием сходила в мое тело, не только в мою правую руку. Она как бы постоянно оставалась в моей правой руке, это важно заметить. Но сила Божья наполняла все мое тело, и часто я чувствовал, что я мог поднять всю палатку. Конечно, я не мог этого сделать, но я чувствовал, что могу. Молясь за полтора миллиона человек, знаете, это происходило примерно так. Я проводил Крусейды по 10-16 дней в палатках и позже, когда я был в более преклонном возрасте, тогда количество людей, за которых я молился, были тысячи, и у меня не оставалось силы молиться за всех. Я не мог молиться за всех в один вечер, поэтому мы раздавали карточки, и я молился за них постепенно, группами. записывали адрес, имя, какая проблема, болезнь, свидетельство врача, и после этого люди с этими карточками приходили один за другим, и я молился за них постепенно. В последний день Крусейда обычно я выстраивал всех в очередь и возлагал руки на всех в отдельности, и зачастую в этот последний день, например, в месте под названием Оранж Каунти, только во время одного последнего дня Крусейда почти 10 тысяч человек, больных людей, стояли в линию и ожидали моей молитвы. И я подходил и молился за каждого из них отдельно. Это было воскресенье после обеда, когда я закончил молитву, я чувствовал, что у меня нет никакой силы, мне помогали даже добираться к машине, отвезли меня в мою комнату, и на самом деле я даже не помнил, кто я, где я, мне приходилось отлеживаться три дня, я лишился всякой силы моего тела, потому что этот контакт с болезнями и с мучениями людей, оно так сильно высасывало из меня силы, что Бог должен был восстанавливать меня в течение следующих трех дней. я должен действительно был принять восстановление для самого себя, восстановление своих физических сил, и только сила Божья делала меня способным молиться за такое большое количество людей, отдельно за каждого. Я не говорю о массовых молитвах сейчас, я говорю о человеке за человеком, человеке за человеком, это большое количество людей, и самые великие чудеса происходили в тот день по простой причине. Они знали, что у них не будет больше возможности в течение этого Крусейда получить молитву, поэтому они прикладывали всю свою веру. Если я едва прикасался к ним, к лицу, к лбу или к плечу, это была точка контакта, и это все, чего они ждали, и их вера простиралась к Богу. Ты был полностью поражен от бедер и ниже к ногам. Господь, мы просим Тебя, исцели его ноги, восстановив полностью могущественное имя Христа нашего Господа. Бог, исцели эту ногу. Я чувствую, как это приходит. Слава Богу, слава Богу. Слава Богу. Давай, Билли Рэй, я хочу, чтобы ты шевелил ногой, поднимай. О, смотри, получается, теперь эту. О, теперь правую. Это чудесно. Ты можешь говорить? Расскажи, как ты чувствуешь себя? О, ты можешь поднимать теперь ноги. Как чудесно. Брат Дуис, пожалуйста, поставь его на пол. Ну-ка, дорогой, смотри-ка, стоит. Пройди теперь, пройди теперь. Слава Богу! Это драгоценная маленькая девочка поражена артритом, ревматизмом. Давайте помолимся за нее. Ты попросишь Господа исцелить тебя, дорогая. Давай, проси. Иисус, пожалуйста, исцели меня. Исцели ее, Господь. Исцели ее, Господь. Исцели ее, как ты исцелил маленькую Тимми в Калифорнии. Исцели ее, Господь. Избавь ее от ревматизма. Исцели ее тело во имя Иисуса. Избавь ее от боли, Господь. Во имя Иисуса. Исцели от боли ее, Господь. Вы мама? Где ее родители? Вы можете привезти ее сегодня вечером снова? Пожалуйста, приведите ее. Знаешь что? Я чувствую, я чувствую, что Бог исцелит тебя сегодня вечером, дорогая моя. Ты придешь к нам сегодня? Я думаю, что это произойдет сегодня вечером. Она говорит, я надеюсь. Могущественное помазание здесь святые, могущественное помазание здесь святые. поднимите свои руки и примите чудо от всемогущего Бога в его помазание. Всякая болезнь должна склониться. Всякая немощь должна уйти. Всякая болезнь уходит. Это твой народ, Господь. Исцели свой народ, Господь. Правильно ли я вижу, это та самая маленькая девочка, она исцелена? Она исцелена? Это та, которая была здесь утром. Она исцелена. Приведите ее. Приведите ее. Воздайте Богу славу. Это произошло, дорогая. Боли нет? Боли нет? Подвигай руками. У нее был артрит, ревматизм. Подвигай ногами. Наклонись и прикоснись. Посмотрите. Дамы и господа, именно поэтому я делаю то, что я делаю. Если бы это исцеление было единственным в этом Крусейде, Крусейд состоялся бы. Я упал с высоты 10 метров на цемент, на бетонную площадку. И я повредил свое тело, свои конечности. Кто вы? Жена. Помогите ему рассказать. Примерно год назад, это было в прошлом году, он упал с высоты 10 метров. Он упал на асфальт, на бетонную площадку. У него были повреждены конечности. его ноги по-прежнему распухают, и он проходит особый курс лечения. Господь исцелил его частично, но у него все равно еще проблемы с памятью и также проблемы с ногами, которые часто распухают, также руки тоже распухают. Они как бы застывшие конечности. Очевидно, что на это потребуется чудо. Верите ли вы в чудеса? Ожидаете ли вы чуда? Поднимите свои руки к Богу. Отец, во имя Иисуса, во имя Господа, исцели его! Ой! Ой-ой-ой, слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Поднимите свои руки, Чарльз. Давайте, давайте, поднимайте ноги вверх-вниз. Чарльз, в момент, когда я прикоснулся к вам, я чувствовал такую силу, что вы почувствуете. Я тоже почувствовал. О, вы даже лучше говорите, слава Богу! Скажите, я люблю тебя, Бог, я люблю тебя, Бог, я буду нормально говорить, я буду нормально говорить. О, аллилуйя! Как вы себя чувствуете? Я чувствую себя замечательно с того момента, как вы возложили на меня руки. Я чувствую так замечательно. Теперь вы можете двигать руками, посмотрите. Наверняка вы будете чувствовать себя еще лучше. Повернитесь лицом к залу, посмотрите на него. О, смотрите, рука поднимается. Слава Богу! Аллилуйя! Будем славить Бога! Будем славить Бога! И сейчас мы достигли этого великого момента нашего служения, когда я предлагаю личную молитву для каждого из вас, кто смотрит нас дома. Откройте свое сердце, возложите руку свою на тело, как точку контакта. Я протяну свою руку и помолюсь за вас. Я буду молиться за вас и за членов ваших семей. Бог, во имя Сына Твоего Иисуса Христа из Назарета, пусть Твой Дух Святой и исцеляющая сила заполнит эту комнату. Пусть сила Божия придет чудотворным образом и совершит то, что не может совершить человеческая сила. Брат мой, именем Иисуса из Назарета, Сына Живого Бога, я протягиваю свою руку и молюсь за вас. И я прошу Бога исцелить вас, исцели его, Господь, и сделай его здоровым. Брат мой, во имя Христа будь исцелен, будь исцелен, будь свободен, будь здоров. Сестра моя, именем Иисуса, Сына Божьего, будь исцелена, будь здорова в теле своем, будь свободна от всяких болезней и немощей, будь свободна от страданий и страха, будь здорова. Именем Христа, будьте здоровы в ваших телах. «Молодые люди, будьте исцелены и освобождены». Возлагайте руки на своих детей, на своих младенцев. Иисус, исцели этих детей. Исцели от страданий, от болезней, от мучений. Исцели их, Господь. Бог услышал нас. Бог рядом. Для Него нет расстояния в молитве. Я могу молиться здесь, а Бог исцелит вас там. Поднимите свои руки и вас славьте Бога. Он исцеляет вас. Исцеление приходит в вашу душу и ваше тело. Во имя Иисуса. Аминь и Аминь. Слава да будет Его имени. Давайте поднимем наши руки, поднимемся и будем славить Его. Эта женщина 10 лет страдала раком. В среду ее выписали из больницы без надежды. Вот ее инвалидная коляска. Она сидела здесь во время прославления, поклонения. Она почувствовала тепло, и сейчас она не чувствует никакой боли. В среду ее выписали из больницы без надежды. Врачи сказали, что ничего невозможно сделать. Нет. Это то, что сказали врачи? Врачи сказали, что они ничего не могут сделать. Рак в моей печени, рак в моей селезенке, в костях, в голове. Сегодня вечером я приехала сюда, и я чувствовала теплоту. Эта опухоль была в руке, она так сильно болела. Мне нужно было принимать 10-12 болеутоляющих таблеток в день. Опухоль была на лбу, сейчас ее нет. Слава Господу. Вы сын? Дорогой Господь, дорогой Господь. Поднимите их. Какое исцеление. Это удивительное время. Поднимается солнце праведности. Святые, протяните сюда свои руки и молитесь. Иисус исцеляет нас в это время. Господь, сделай этого имя Иисуса. Полное исцеление, Господь. Обнови ее, Господь. Ты мое исцеление, Господь. Сейчас. Причина, по которой я до сих пор прошу, чтобы вы стояли здесь, протяните руку к камере. Все вместе. Вы, которые смотрите нас дома, Бог исцеляет здесь так много людей в этом зале. И вместе с тысячами людей на этой арене, я верю, что Бог исцелит вас. Пожалуйста, все вместе, давайте протянем руки к камере. Посмотрите на эту драгоценную женщину, которая только что приняла исцеление и прикосновение от Бога. Наш замечательный Господь. Я молюсь, чтобы ты прикоснулся к каждому человеку. Вы, сидящий дома, кто смотрит эту программу, приложите руки к экрану, протяните руки к моим рукам. Пусть это будет по вере. Господь, прикоснись к каждому человеку, кто смотрит нас, к каждому, кто верит. Я запрещаю болезням во имя Иисуса. Я запрещаю этим немощем во имя Иисуса. Пусть твоя сила, Господь, течет в каждого человека сейчас во имя Иисуса. Сейчас. Это так славно. Это так славно. Чудо телевидения У вас был инсульт? Да, у меня был инсульт. И в результате вы ослепли на один глаз. Нет, я полностью ослеп. На оба глаза у меня абсолютно не было никакого зрения. Я был полностью слепой. Когда это произошло, мы были в такой растерянности. И 10 дней после того, как у него был инсульт, он полностью был слепым. Врачи говорили нам, что все зависит от Бога. И позже я увидела, что факт времени был очень важным. Проходило много дней, но зрение не возвращалось. Его направили к оптимологу. Он сделал тест, анализы, и прогноз был неутешительным. И однажды вечером я смотрела вашу программу. Я позвала своего мужа и сказала, «Дорогой, это программа с Бенни Хином, и он молится за исцеление глаз. Возложи руки на свои глаза». И Господь исцелил его. Это было медленное исцеление. Медленное, но верное. Я плотник, я делаю двери, и я плакал много дней. Я говорю, «Господь, но почему не что-то другое? Почему глаза? Глаза нужны мне для работы». Он сказал, «Пожалуйста, доверься мне». Я сказал, «Хорошо, Господь. Ты сказал мне, Ты обещал мне. Я буду держаться за Твое обещание. Все и все пытались разочаровать меня, но я держался. Вы не сдались». Нет. И сейчас вы исцелены. У вас есть подтверждение от врача. Это очень необычно. Очень необычно. Случай был в том, что глазной центр мозга не подпитывался кровью. Но сейчас это восстановилось. То, что врач говорит здесь, это необычно. Здесь сказано, «Он был чудодейственно исцелен». Это сказано врачом. Воздайте Господу славу. Аллилуйя. Зачем мы установили здесь эти большие камеры в этой палатке? Зачем? Одна из причин. В один из этих вечеров в этой палатке Бог совершает великие чудеса. Его сила, она сойдет на всех людей в этом месте. И если вы, сидящие дома по всей Америке, присоединитесь к Богу, когда сила Божья сходит здесь, она сойдет и на вас. И это будет цепная реакция освобождения и исцеления. И тысячи и тысячи людей будут исцелены перед экранами телевизоров. Я очень признателен Орелу Робертсу и вообще миру церкви. Если бы не Орел, я и многие подобные мне не смогли бы сделать то, что мы делаем, потому что он был как бы пионером, первопроходцем. Он шел впереди всех. Он хотел выходить в эфир, чтобы вещать свои программы по всей стране, и он делал это. Сегодня я способен записывать на кассеты мои Крусейды, транслировать по телевидению мои Крусейды. И миллионы людей смотрят действия силы Божьей в наших программах. И многие делают то же самое. И вера в Бога, она назидается в жизнях людей. Они исцеляются, сидя дома. Представьте себе, как много людей сегодня, они не способны приходить на Крусейды исцеления или просто даже в церковь, но они принимают исцеление Божие, сидя дома перед экраном телевизора. Я приложил свои руки к телевизору, когда вы молились, и я почувствовала такой жар. Когда я смотрела телевизор, мои руки буквально начали гореть, все мое тело было в жаре. И сегодня, когда я пришла сюда, Дух Святой так сильно прикоснулся ко мне. Когда вы думаете, почувствовали исцеление? Через телевидение. То есть это означает, что вы смотрели нашу программу. Это то, что вы имеете в виду, да? И когда вы посмотрели эту программу, когда вы помолились, вы стали чувствовать лучше, правильно? Теперь вы приехали сюда? Да, сэр. Это первый Крусейд, но в течение четырех лет я смотрела ваши Крусейды по телевизору. Хвала Богу за телевидение. Хвала Богу за телевидение. Когда вы являетесь силой Божией в эфире, тогда верующие становятся сильнее в вере. А неверующие, они обращаются к вере. Скептики, они молчат, потому что им нечего сказать. Кроме того, приобретаются человеческие души, потому что один из самых сильных чувств голода в жизни человека это голод по сверхъестественному. Когда они видят это сверхъестественное, это касается их. Я сидела в своей комнате, мне было больно, я страдала, я включила телевизор, и я увидела вас. Часто ко мне подходят неверующие люди и говорят, что они смотрят наши программы, и часто я спрашиваю, почему вы их смотрите. Они говорят, ну, это так привлекает нас. Мы не понимаем всего. Недавно, когда я гулял со своими дочерьми, один человек остановил меня. Знаете, я всегда спрашиваю, в какую церковь вы ходите. А этот человек сказал, я не христианин. Я спросил, а почему вы смотрите наши программы? Он сказал, потому что на телевидении нет ничего подобного. Я знаю, что здесь что-то происходит. Человек этот из Индии, он пришел на Крусейд, и он не верил тому, что он раньше видел по телевидению. Он из Индии, индуист. Он не верил в то, что он видел по телевидению, поэтому он пришел, чтобы проверить. Полтора года он страдал от травмы, которые получил в армии. Сегодня он получил исцеление. Индуист! Индуист родился свыше. Однажды я переключал каналы по телевизору, и я увидел вашу программу, и я подумал, нет, это не может быть правдой, это подделка. И на прошлой неделе вы сказали, что вы будете в этом городе, и тогда я решил, если это служение действительно, реально, я хочу пойти туда и посмотрим, что произойдет с моим плечом, потому что оно было как бы застывшее, я повредил его в армии. И вчера вечером я почувствовал такую силу Божию, и я просто пришел сюда. Этим утром я вышел вперед и отдал свою душу Господу. Сейчас мы достигаем миллионы людей, которые раньше даже и не знали, что Бог может исцелить, и они переживают чудесное исцеление. Именно поэтому сейчас представители даже других религий, они ищут силу Божию. Церковь нуждается в Духе Божьем, и нам не нужно делать это где-то в тайне, за закрытыми дверями. Иисус никогда не делал это в тайне, Он исцелял людей на глазах у других. Посмотрите, что произошло в день Пятидесятницы, когда люди увидели проявление сверхъестественного присутствия от Бога. Посмотрите, что произошло, когда Петр и Иоанн шли в храм, парализованно исцелился. Пять тысяч людей тогда родились свыше, потому что они увидели чудо. Петр и Иоанн, они не говорили, «О, приходите в воскресенье, в церковь, мы там за вас помолимся». Нет, они помолились за человека прямо там, у храма, когда целая толпа людей наблюдала за ними. И именно поэтому сегодня так важно позволить людям видеть силу Божию. Мои глаза выпрямились, и боль ушла. Я не чувствую боль. Ты сейчас ясно видишь? Да. Обернись сюда. Давай что-нибудь посмотрим. Сколько там чисел, цифр? Где-нибудь там есть цифры, а ничего не вижу. Извините. Она прочла надпись вон там. Я даже не вижу эту надпись. Ты можешь прочесть, что там написано? Два, три, ноль, два, три, один. Я сам не вижу эти цифры. Пусть люди посмотрят на тебя. Обернись, пусть на тебя посмотрят. Посмотрите, ее левый глаз смотрит вниз. Иисус, прикоснись ее. Мы просим тебя, исцели ее. Ой, посмотри теперь на меня. Теперь посмотрите в ее глаза. Во имя Иисуса. Расскажите мне, почему вы пришли. Я пришел сюда, чтобы исцелиться от своей болезни и принять спасение. Почему вы пришли на нашу компанию? Потому что я видел вашу программу по телевидению. Я был скептик, но теперь я верующий. Когда вы смотрели программу, вы были скептиком, а теперь вы убеждены верующие, да? Пастор, у вас было слово знания о проблеме в плече. Это и есть Джордж, о котором вы сказали. Покрутите рукой, покрутите рукой. Прими помазание. Во имя Иисуса. О, Иисус, это приходит! Чудесно! Что скажете, мистер Сандерс? Аллилуйя! Я чувствую это, я чувствую. Вы чувствуете что? Сила Божья, наверное. Я почувствовала в голове, в плече. С февраля меня мучили боли, а теперь никакой боли. Ходите быстрее. Ходите быстрее. Мари, Мари, обернитесь, пожалуйста. Посмотрите на меня. Дайте мне увидеть вашу улыбку. Вы слышите меня? Вы слышите меня? Да, я слышу. Да. Да. Да, я слышу. Я слышу. Как долго вы не могли слышать этим ухом? Шесть месяцев. Иисус исцеляет рак, Он открывает уши и дает зрение слепым. Иисус, исцели ее, сделай ее здоровой сегодня. Мистер Бруэр, обернитесь, закройте левое ухо. Это то, о котором вы слышали, правильно? О, я слышу вас. Раньше я не могла слышать. Что вы сказали? Я сказала, что раньше я не могла слушать правым ухом, когда левое было закрыто. О, слава Богу. Как долго вы не могли слушать? С 39-го года. Это сколько? Семнадцать ли? А я даже не знаю, сколько это лет. Девятнадцать? Скажите, я люблю тебя, Иисус. Я люблю тебя, Иисус. Послушайте теперь, как я шепчу. Слава Богу. Слава Богу. Аминь. Аминь. Сестра, вы даже шепот слышите? Как вы чувствуете? Чувствую чудесно. Позвольте сказать мне, радость на вашем лице, она стоит всего этого служения. Я правду вам говорю. Слава Богу. Давайте воздадим Господу аплодисменты. Величайшее чудо. Когда я вижу Иисуса. 6 октября 92-го года, я проводил программу в прямом эфире на Ти-Би-Эн. Я говорил об исцелении в тот вечер. И водитель отвез меня обратно в гостиницу. И я, едва дойдя до своей комнаты, упал на пол. И я пережил обширный инфаркт. Мне было тогда 74 года. Позвонили врачам. Моя жена сразу же набрала 911. Меня быстро доставили в больницу в штате Калифорния. И главный врач, хирург-сердечник, в то время был на дежурстве. И он оперировал меня. Меня буквально возвращали из мертвых 4 раза. Я 4 раза умирал. Они вошли в мое сердце напрямую. Они сделали прямую операцию. И после этого они привезли меня в мою комнату, в палату. Я проснулся около 4 утра. Очнулся от наркоза. Вокруг никого не было. Я был один. И никогда за всю свою жизнь я переживал такой боли. Частично боль была из-за всяких трубок, которые были вставлены в мое горло, которые почти повредили мои голосовые связки. Это, конечно, было ненамеренно. Я хотел помолиться. Я хотел поговорить. Но я не мог говорить, потому что эти трубки были слишком близки к моим голосовым связкам. И я понял, что я могу молиться про себя. И про себя я начал молиться на языках. Потом я был в паузе. И потом я попросил Бога, дай мне истолкование. И Господь сказал, ты не умрешь, но ты будешь жить. И ты совершишь свое дело. И тогда я знал. Я знал, что я знал. И я хочу сказать вам сегодня. Уже больше года прошло после этих событий. 80% людей с такого рода инфарктом умирают. Только 20% выживают. И большинство из них... Частично их сердце отмирает и никогда не способно восстановиться. Меня официально обследовали и сказали, что в сердце Орла Робертса нет никаких повреждений. И они сказали, что по нему даже не скажешь, что у него был инфаркт. Другими словами, я полностью восстановился. Сейчас отроду 75 лет. Я в огне для Бога. Я молюсь за людей. Я проповедую как человек из другого мира. Кто этот четвертый человек? В бытие он есть семя женщины. В исходе пасхальный агнец. В Левите наш первосвященник. В числах столб облачный днем и столб огненной ночью. Во второзаконе пророк, подобный Моисею. Во Иисусе Навине, предпродитель нашего спасения. В судьях он наш судья. В Руфе он наш близкий спаситель. Первое и второе царств. Он наш пророк. В третьей и четвертой царствах и в Парайпоминоне. Наш царь. В Ездре он наш книжник. В Неемии, строитель разрушенных стен в нашей жизни. В Исфире он наш Мордахей. В Иове он наш искупитель. В Салмах он Господь наш пасты. В притчах и экклесиасте он наша мудрость. В Исаии, князь мира. В Иеремии, праведная отрасль. В книге «Плача», плачущий пророк. В Иезекииле, четырехликий человек. В Данииле, четвертый человек в печи огненной. Кто этот четвертый человек? В Осии. Он верный муж для всех отступников. В Иоиле, тот, кто крестит духом и огнем. В Амосе. Носитель бремен. В Авдии, сильный спаситель. В Ионе, великий миссионер. В Михее, посланник. В Науме, защитник верных. В Алакуме он евангелист, провозглашающий Слово Божие. В Сафонии, он есть спаситель. В Агеи, он обладатель всего золота и серебра. В Захарии, он источник в доме Давида. Омывающий грехи. В Малахии, он есть солнце правды с исцелением в лучах. Кто этот четвертый человек? В Матфее, он мессия. В Марке, чудотворец. В Луке, сын человеческий. В Иоанне, сын Божий. В Деяниях, Дух Святой. В Римлянах, наш заступник. В Первом Коринфянам, дары Духа. Во Втором Коринфянам, воскресение и жизнь. В Галатах, искупление от проклятий закона. В Ефесянах, неисследимый Христос. В Филиппийцах, Бог, восполняющий нужды в соответствии с богатством и славой во Христе Иисусе. В Колоссянах, полнота Бога телесна. В Первом и Втором, Фессалоникийцам. Грядущий царь. В Первом и Втором, Тимофею. Посредник между Богом и Человеком. Посланник Титу. Наш верный пастор. Филимони. Друг, который ближе, чем брат. В Евреям. В Вечный Завет. Крови. В Якове. Великий врач. В Первом и Втором послании Петра. Пастыри-начальник, грядущий свинцом славы, неувядающим. В Первом, Втором и Третьем послании Иоанна. Он есть вечная любовь в Иуде, Господь, идущий со святыми. В Откровении, Он царь царей и Господь господствующий. Я был женат на Эвлон, моя дорогая Женя, 54 года. Я так сильно люблю ее. Но моя жена знает, что я люблю Иисуса больше, чем я люблю ее. Я люблю Иисуса больше, чем я люблю свою семью. В этом нет никакого сомнения. Нет никого, кто был бы мне ближе, чем Иисус. Он лично для меня. Он живет во мне. Он ходит со мной. Он говорит со мной. Он говорит со мной. Если бы я был в комнате с радостными людьми, которые хорошо веселились бы и проводили время, и если бы кто-то подошел ко мне и сказал, вот если бы Иисус пришел, вы бы так не смеялись и не улыбались. Я бы ответил, ты думаешь, что сейчас я смеюсь и улыбаюсь? Но только подожди, если вдруг Иисус зашел бы сюда, я показал бы тебе, как улыбаться. Я показал бы тебе. За всю свою жизнь я не улыбался так, как буду улыбаться, когда увижу этого Назарея лицом к лицу. Когда я возьмусь за Него своей рукой и скажу Ему, как сильно я люблю Его. Ты никогда не видел такого человека, который будет смеяться и улыбаться от радости, как буду делать это Я. То, что Иисус говорит мне, я считаю гораздо более важным, чем то, что я говорю Ему. Я знаю, что я могу сказать Ему. Я был послушным тебе. По жизни я не имел никаких ритуалов или привычек, которыми люди могут похвастаться. Лишь одним я могу похвастаться. Я был послушным. Моя мама всегда говорила, Орл, будь послушен Богу. Она чувствовала, что если бы я не был послушен Богу, туперкулез вернулся бы в мое тело. Но когда я узнал Бога, я сам хотел Ему послушаться. Я был послушен. Я не знаю, что Он скажет мне. Может быть, Он обнимет меня. Может быть, Он прикоснется ко мне своей рукой. Может быть, Он скажет, ты был послушен. Я не знаю. Но я полностью доверяю Ему и всему, что Он говорит. Я знаю, что это исполнится. Я верю, что с вами произойдет что-то хорошее. Я знаю это. О, вы знаете, это как чудесно. Именно поэтому вы пришли. Иисус, примите! В течение 46 лет служения исцеления, если бы я не был уверен, что Бог призвал меня, и я сказал «да». Я сказал «да» от всего своего сердца, раз и навсегда. Если бы я не был уверен, то всякие испытания, скорби и трудности погубили бы меня. Были времена разочарований, когда я допускал слишком много ошибок или я слишком часто терпел провал. Это погубило бы меня. Это сломило бы меня. Но я все время смотрел на Иисуса. Скажите, я свободна. Я свободна. Я свободна. Я знал, что я не могу никого спасти, никого исцелить. Я просто инструмент. Я должен был доверяться на источник силы. Я должен был сеять свои семена веры. Я должен был ожидать жатву от Бога. И я верю, что все могут иметь близкие взаимоотношения с Ним. Я верю, что вы можете иметь близкие взаимоотношения с Иисусом, если вы никогда не слышали Его голос. Может быть, вы просто не слушали. Вероятно, Он говорит. Я верю, что Он говорит со всеми. Я думаю, что Он говорил с вами, и Он будет говорить с вами. Чтобы это произошло, вы должны принять решение, принять Его в свою жизнь. Хотите ли вы Его? Если вы не хотите принимать Его, Он не придет к вам. Но если вы хотите принять Его, Он ближе к вам, чем ваше собственное дыхание. Для меня Он ближе всех. Для меня Он ближе, чем кто-либо в этом мире. Я уже состарился, но Он стал мне еще ближе. Мы ходим вместе, мы разговариваем вместе. И в один день я встречу Его лицом к лицу. И я скажу, Господь, Ты подарил мне жизнь. Ты открыл мои легкие. Ты исцелил меня от туберкулеза. Ты исцелил меня. Ты высвободил мой язык, чтобы я свободно говорил. Ты подарил мне жизнь. Ты подарил мне служение. Ты помог мне построить университет для Своей славы. Я просто хотел бы взглянуть на Него. Я был на острове в День Господень и услышал голос. И когда я обернулся, чтобы посмотреть, я увидел кого-то подобного Сыну Человеческому, стоящий среди семи светильников. Глаза Его были полны огня. Волосы Его как белая волна. Он светился ярче солнца. Голос Его подобен шуму многих вод. Ноги Его как горящие в печи, как медь. Когда я увидел Его, я пал к ногам Его как мертвый. И Он возложил лесницу свою на меня и сказал, не бойся, Иоанн. Я есть Алфа и Омега. Я есть Начало и Конец, говорит Господь. Имею ключи от ада и смерти. Тот же человек, которого видел Иоанн, однажды придет время, и ты увидишь Его. И когда ты увидишь Его, ты так же падешь на лицо свое и поклонишься Ему. А Он, как и тогда, скажет, Я есть Алфа и Омега. Начало и Конец, говорит Господь. Нет ничего, чего я ждал бы сильнее, чем этого момента. В Его присутствии я в конце концов поклонюсь лицом до земли и поклонюсь Ему. Когда я стою перед лицом Иисуса, что Он скажет мне? Я думал об этом. Я не знаю даже, сколько раз я думал. Это тот самый момент, которого я жду уже много лет. И если есть что-то, чего я хочу, или лучше сказать, нет ничего, что я желал бы в жизни сильнее этого. Мое первейшее желание. Когда я увижу Господа, я хочу лишь одного, только одного. Я хочу увидеть улыбку. Это все, чего я хочу. Честно скажу, я хочу только улыбку. Я хочу увидеть ту же самую улыбку, которую я видел, когда был маленьким мальчиком. И это все улыбка, которая говорит, ты справился. То, что я чувствую сейчас, я не променяю ни на что. Я ни на что это не променяю. Ни на что в мире. Я хочу, чтобы вы знали, это бесценно. Это бесценно. Присутствие Господа, которое я чувствую сейчас, оно такое драгоценное. Оно такое прекрасное. В подобные моменты, в подобные моменты, я вопию, не лиши меня Духа Своего Святого. Не отними Духа Своего от меня. Ты можешь наказать меня, как хочешь. Господин, ты можешь наказать меня, как хочешь, но не оставляй меня. Не оставь меня. Никогда. Никогда. Лучше бы мне вообще не родиться, чем быть отверженным из Твоего присутствия. Я хочу сказать, что я делал все, что могу. Господь, я делал все, что могу. Я делал все, что могу. Со всеми моими недостатками, со всеми моими падениями. Я все-таки старался делать все, что могу. Именно поэтому. Я не так давно посмотрел на Орала Робертса и сказал, что не так много людей, с которыми я могу поговорить, но с тобой я могу поговорить, потому что ты прошел тот же путь, и ты не сдался. Пожалуйста, скажи мне, что меня ждет впереди? Подготовь меня. Он всегда смотрит на меня и говорит, никогда не меняйся. Никогда не меняйся. Тот, кто призвал тебя, всегда будет вести тебя. Не меняйся. И много раз я говорил ему. Я говорил, Господь, Ты говоришь о награде, но только одну награду я хочу. Только одну. Твою улыбку. Катерин Кульман однажды видела видение. В своем видении она видела трех людей, которые преклонили колени у алтаря. Господь проходил мимо всех трех. Она увидела Господа в своем видении. Он подошел к первому человеку. Он наклонился, обнял его, показал свою любовь. Ко второму он лишь прикоснулся, просто похлопал по плечу. Третьему он, проходя мимо, просто улыбнулся. Поэтому она была в недоумении. На следующий день в молитве она спросила, Господь, почему Ты обнял одного, прикоснулся к другому, а улыбнулся третьему? И Господь сказал, первый был таким слабым, ему нужно было мое утешение. Второй был разочарован, а третий был сильный. Мне нечего было сказать третьему, он был сильным. Поэтому иногда, когда ты ничего не говоришь, ты говоришь очень много. Это то, чего я хочу. Я просто хочу увидеть улыбку, потому что его улыбка говорит больше слов. Следующий шаг Бога. Дальше чудо. Мужчины и женщины, мы вдвойне принадлежим Богу сегодня. Во-первых, мы принадлежим Богу, потому что Он сотворил нас Своей творящей рукой. Во-вторых, мы принадлежим Ему, потому что Он искупил нас кровью Сына Своего Иисуса Христа. Вы не принадлежите Себе, вы куплены. Поэтому прославляйте Бога Своими телами, Своими душами и Своим Духом. Я прошу вас сделать сегодня лишь одно. Но, если вас беспокоит сердце из-за греха, или, может быть, из-за того, что вы не могли, не можете, и, может быть, не сможете победить этот грех, единственный, кто может победить грех, в вас, это Дух Святой. Он дает вам силу больше не грешить. Без Него невозможно сказать «нет». Самое великое чудо, святые, величайшее чудо, это не физическое чудо. Величайшее чудо исцеления, самое великое чудо исцеления рака, самые великие чудеса, которые вы когда-либо видели, они лишь на втором месте. Самое великое чудо из всех, это рождение свыше, когда человек рождается заново. Большего чуда нет. Спасение вашей души это самое великое чудо мира, потому что оно упраздняет всякий грех. Бог забирает все ваши плохие дела, все ваши грехи и преступления. Он просто берет их и изглаживает их из книги. Он рождает вас свыше, Он возрождает ваш дух, и Он ставит вас перед собой так, как будто вы никогда не грешили за всю жизнь. Друг, во всей вселенной, всю историю, все время, есть только одно существо, одна личность, которая может спасти тебя и восстановить тебя, восстановить то, что дьявол разрушил. Он способен поднять тебя и восстановить тебя. Эта личность есть Господь Иисус Христос. Прими Его как своего личного спасителя. Прими это самое великое чудо во всем мире. Это чудо есть спасение твоей смертной души. В моем служении была комбинация проповеди слова, которые я всегда ставил на первое место. И после этого, примерно ко второму и третьему вечеру Крусейда, начиналась молитва за исцеление, и происходили чудеса. Не все, конечно, исцелялись, за кого я молился. Вероятно, я терпел провал в молитве за большее количество людей, чем кто-либо из проповедников в истории. Я молился за потрясающее количество людей. Но, тем не менее, десятки тысяч, они получали прикосновение силы Божией. Но я должен сказать, что одновременно действовала человеческая и Божья сила. Поэтому во второй и третий вечер я проповедовал Слово, молился об исцелении, чтобы неспасенные видели чудеса. И уже к тому времени Дух Божий работал в их сердце. У меня есть лишь одно слово. Бог говорит его вам. Он говорит, примиритесь с Богом. Я задаю вам вопрос, если бы Иисус Христос пришел на эту землю сегодня вечером, если бы Иисус пришел сегодня, сколько из вас скажут, «Бенихин, если Господь придет сегодня, я готов к встрече с Ним». Пожалуйста, опустите руки. Спасибо. Каждый человек, кто говорит, «Бенихин, я не уверен, я не уверен, что нет греха в моей жизни, я не уверен, что моя душа спасена, и если Иисус придет сегодня, я не уверен, что я готов Его встретить». Пожалуйста, «Бенихин, помолись за Меня, я хочу принять спасение, я хочу примириться с Моим Спасителем». Если вы хотите быть уверенными в своем спасении, если вы хотите, чтобы я молился с вами, если вы хотите обрести прощение, прощение грехов, свободу от рабства греха, свободу от болезней, обрести новую жизнь. Если вы хотите этого, я хочу, чтобы вы подняли руку высоко-высоко. Если вы тот человек, который говорит, «Да, Бенихин, я хочу молиться с тобой», тогда подними руку, подними руку, выше, выше. Когда человек рождается свыше, это самое великое чудо. Нет ничего большего, как встретить Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Во время наших крусейдов, часто, еще до того, как я начинаю молиться за больных, я приглашаю людей ко спасению. И причина, по которой я делаю это, заключается в том, что эти люди раньше видели по телевизору, как я молюсь за больных. Они приходят на крусейды, потому что раньше они видели это по телевидению, и они пришли уже фактически с ожиданием физического чуда. Но до этого я говорю, что самое великое чудо, оно не физическое, оно духовное. И когда я призываю людей ко спасению, в большинстве ситуаций, это происходит в начальной стадии служения, тогда тысячи приходят ко спасению. Знаете почему? Потому что они видели силу Божию уже к тому времени, явленную на экране телевизора. Мы подождем всех людей. Мы даем вам время, чтобы вы дошли сюда. Ты мое прибежище, Господь. Посмотрите, люди приходят отовсюду. Иисус ждет вас. Приходите. Приходите. Господь готов простить вас. Он готов принять вас. Спасибо, Иисус. Приходите. Посмотрите. Посмотрите на это множество людей, которые спускаются к сцене. Посмотрите. Они выходят сотнями. Это Бог. Это действие Божие. Воздайте Господу славу. Аплодируйте Ему. Посмотрите на это. Это самое великое чудо. Я хочу, чтобы каждый мужчина, каждая женщина, каждый мальчик и каждая девочка, кто верит в Мою молитву сегодня. И вы хотите, чтобы я молился о спасении вашей души, чтобы вы обрели прощение за ваши грехи, чтобы вы обрели мир для своей души. И вы хотите, чтобы я молился за вашу душу. Пожалуйста, сделайте первый шаг. Поднимите свою руку. Пожалуйста, выше. Выше, чтобы я мог видеть. Я вижу множество рук. Чудесно. Опустите руки. После того, как я проповедовал проповедь, все, что мне нужно было сделать, это сказать, кто хочет спастись, поднимите руку. Пожалуйста, быстрее. И потом я говорил, встаньте на ноги. И тогда толпы народа вставали. И я говорил, если вы серьезно хотите этого, выходите вперед. Пожалуйста, выходите ко мне к сцене. И мы помолимся вместе с вами здесь, и мы обратимся к Богу. Пожалуйста, приходите сейчас по проходам и встаньте передо мной. Люди заполняли проходы, люди заполняли все пространство перед сценой. И тогда я вел их в молитве грешников. Повторите за мной эту молитву грешников. Господь, смилуйся надо мной грешникам. Спаси мою душу от всякого греха и сделай меня своим детем сейчас. Я принимаю Иисуса Христа как моего личного Спасителя. Буду жить ради Него во веки. Аминь. Спасибо. Если вы имели это в виду, скажите «Аминь». Если вы смотрите меня дома, вам нужно сделать то же самое решение. Вам нужно принять то же самое решение, которое люди делают сегодня. Отдайте свое сердце Иисусу. Жизнь пуста без Господа. Жизнь бессмысленна без Иисуса. Пожалуйста, давайте все вместе протянем наши руки к камере. Господь, я молюсь, освободи каждого человека, который смотрит нас по телевизору. Освободи от греха, от рабства. Прямо сейчас, Господь, освободи их в чудесное имя Иисуса. Аминь. Если вы вышли сюда вперед, чтобы отдать свое сердце Иисусу и принять Его. Да, сэр. Вы сделали это? Да. Вы чувствуете Его присутствие в своем сердце? Да, я чувствую. Хотите ли вы жить по-христиански до конца жизни? Да, до конца жизни. Очень хорошо. У меня есть слово для этой девушки прямо сейчас. Это для тебя. Знаешь, что Библия говорит? Итак, кто во Христе, тот новое творение. Все старое прошло. Дорогая, Иисус не помнит больше твоего прошлого, и тебе не следует его вспоминать. Перед тем, как я буду молиться за больных, я хочу, чтобы те люди, которые вышли вперед сюда, чтобы отдать свое сердце и принять Христа, прошу вас выйти в соседнюю палатку, преклонить колени и молиться Господу, который спас вас. Обычно у нас была вторая палатка, молитвенная палатка, в которой мы приглашали новоспасенных под присмотром местных пасторов и специально тренированных работников, и там они индивидуально консультировали каждого нового обращенного. После этого начиналась молитва за больных. Это было после проповеди. Во-первых, я проповедовал, потом я приглашал неверующих людей отдать свое душу и сердце Иисусу. Это самое великое чудо. И третьим пунктом нашего служения была молитва за исцеление. Но вы знаете, что вечер за вечером я следовал этому образцу проповедь, призыв к покаянию, исцеление. И со временем ты чувствуешь, что Дух Святой наполняет все твое естество и Слово Божие оказывает потрясающее влияние на тебя. Вы знаете, что спасение это не вера во что-то туманное. Вы знаете, что стать верующим это не означает принять новую философию жизни. Стать верующим это не означает просто ходить в церковь. Быть верующим это не просто быть крещенным в воде. Быть верующим это значит верить в человека или верить в личность Иисуса Христа из Назарета. Библия говорит, что нет имени под небом, данного человеком, которым мы можем спастись, кроме имени Иисуса из Назарета. Вы должны быть спасенными Сыном Божьим. Вы не спасены человеком, вы не спасены мной, вы не спасены моей проповедью, вы спасены личностью. Бог отдал Своё самое дорогое. Он заплатил высочайшую цену. Он отдал самое драгоценное, что имел Своего единородного Сына. И сказано, Бог так возлюбил этот мир, что отдал Своего единородного Сына, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Когда я приглашал людей ко спасению, то на спасение выходило гораздо больше людей, чем на исцеление. Было больше 15 миллионов людей, которые обратились ко Христу в течение моего служения. За один год однажды было почти 2 миллиона людей, засвидетельствовавших спасение. Я, конечно, за год не мог молиться за такое количество людей. За всю свою жизнь лично я помолился за полтора миллиона больных людей. Повторяйте за мной, О Господь, смилуйся надо мной, грешникам. Но было много миллионов людей, которые обратились ко Христу, что показывает, что Слово Божие на 100% истина, и Он подтверждает Своё Слово чудесами и знамениями. Вспомните женщину, которая говорила, что муж мой неверующий. Она даже и не знала, что Он здесь же. Что вы здесь делаете? Я пришёл на это служение. Что вы думаете об этом? Это чудо. Это чудо. А теперь вы верите? Теперь я верю. Это и есть причина. Мы должны показывать Бога публично, потому что мир желает знать Иисуса лично. Поэтому они приходят на Крусейды не только просто, чтобы посмотреть. Они приходят, потому что они уже увидели силу Божию. и они хотят встретить того же самого Иисуса, которого они видят в жизни других людей. Вы хотите прямо сейчас принять Иисуса в своё сердце? Хочу. Тогда повторите за мной, Господь Иисус, я нуждаюсь в Тебе. Я принимаю Тебя. Прямо сейчас. Я провозглашаю Тебя моим Господом и Спасителем. Я буду жить для Тебя всегда. Аминь. Аллилуйя! Аллилуйя! Вот в этом и есть ключ. Вот в этом и есть ключ. Прощение приходит не тогда, когда ты ищешь прощения. Прощение приходит, когда ты ищешь Господа, который прощает. Вы поймёте, люди в этом мире ищут прощения, ищут милости, ищут этого, ищут того, ищут и этого, но ничего не находят. Иисус. Личность. 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 Дух Святой, помоги нам увидеть это. Именно Личность нам нужно искать. Слово Божье, когда оно проповедано во всей полноте, когда оно проповедано так, как намисано, несёт к себе помазание Духа Святого на то, чтобы производить чудеса и знамения. Бог, Он поставит на Своё Слово Свою печать тем, что совершает чудеса, исцеление, освобождение, могущественное обращение людей, крещение Духом Святым, говорение на языках, дары Духа, ответы на молитвы, восполнение финансовой нужды в твоей жизни. Из неожиданных источников Бог подтверждает Своё Слово, но Слово сначала должно быть проповедано. Не какие-то чьи-то идеи или философия, но само по себе Слово Божье. И это то, что Бог подтверждает. Он подтверждает это сверхъестественным проявлением чудодейственной силы, потому что Бог и Сам есть чудо. Бог есть абсолютная энергия, Бог есть абсолютное спасение, Бог есть абсолют во всём. И Он ближе к вам сейчас, чем ваше собственное дыхание. Он готов спасти вашу жизнь за долю секунды. Вы можете просто поднять руки и быть исцелёнными, быть освобождёнными. Обратитесь ко Христу. Обратитесь. наполнитесь Духом Святым. Говорите на языках. Позвольте этому течь. Станьте новым творением во Христе Иисусе. Пастор, эта женщина была проституткой, которая сегодня собиралась идти на работу. Она пришла, чтобы купить наркотиков. Проходила мимо. Вы должны послушать её историю. Она вошла на служение сегодня. Сила Божия коснулась её. Она при вестах. Она была крещена Духом Святым. Сила Божия наполняет её сейчас. У неё болело бедро. Её ударили неделю назад, но сейчас боль ушла. Она говорит, что она исцелена. Святые, Он пришёл, чтобы исцелиться крушённых сердцем и освободить пленных. Он пришёл, чтобы открыть двери темниц и даровать зрение слепым. Какое самое мощное имя на земле? Иисус! Кто Господь Господь? Иисус! Кто царь царей? Иисус! Дорогая дама, подойдите сюда. Сюда, 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 сюда. Ой. В Библии была одна женщина, которая тоже была блудницей. И её даже забирались побить камнями, но Иисус сидел и писал на песке, вот так. Поднял глаза и сказал, кто без греха первый брось камень? И никто не бросил. А потом Он сказал ей, «И я не осуждаю тебя». И Он до сих пор говорит это тебе, то, что сказал это две тысячи лет назад. «И я не осуждаю тебя. Иди и больше не греши». Аллилуйя! Следующий шаг Бога. Многие из вас, присутствующие здесь, вы, как Иаир, пытались сделать всё, что только могли. Но вы пришли сюда сегодня на это служение. Вы пришли в то место, где вы говорите, «Господь, я нуждаюсь в чуде. Я всё испробовал. Сейчас осталось только чудо от тебя». Вы говорите, «Брат Робертс, помолись за меня». На самом деле вам следует сказать, «Я хочу быть исцелённым». Одно дело — получить молитву, другое дело — быть исцелённым. Когда я молюсь за вас, я ожидаю, что вы исцелитесь. Я не хочу просто помолиться за вас, я жду, что вы исцелитесь. Здесь собралось великое множество, тысячи людей. Бог видит каждого из вас в отдельности, по одному. Каждый из вас особенный для Него. Каждый из вас важен для Него. Христос заботится о вашей жизни в полноте. Его заботят, больны вы или здоровы, потеряны или спасены, несчастны или счастливы. Восполнены ваши нужды, или вы живёте в нищете. Бога интересует то, чтобы сделать вас здоровым в духе, в душе и теле. Он хочет восполнить ваши нужды, дать вам процветание и успех. Он пойдёт с вами, позаботится о вас. Он благословит вашу жизнь. Каждый день недели. Бог недалеко от вас. Он рядом. Просто верьте. И сила Христа придёт в вашу жизнь. О, ранами Его, мы исцелены. Когда я сказал о крови, вы исцелились. Когда я сказал о крови, она исцелилась. О, Бог, мы просим тебя, исцели её. Сестра, если бы все приходили сюда с таким ожиданием, то много людей исцелилось бы. О, вы такая радостная. Вдруг я почувствовал, как будто меня кто-то обнял. Я знал, что Бог исцелил меня. Он знает, что Бог исцелил его. Ты был несчастным многие годы. Как сейчас себя чувствуешь? Чувствовал очень хорошо. Я знаю, что Иисус исцелил меня. Откуда вы знаете, что Он исцелил вас? Я просто чувствую. А как вы чувствуете? Я просто чувствую себя лёгким, как пёрышко. Подними свою руку и посмотри, посмотри. Ты не видишь Его, но Он видит тебя. Скажи спасибо, Иисус. Спасибо за исцеление, Господь. Спасибо, Господь. Я отдаю свою жизнь тебе целиком. Спасибо, Иисус. Люди, воздайте славу Господу. Славлю тебя, Иисус. Бог — это Бог, люди. Мы не всегда это понимаем. Мы не понимаем, как Он это делает, но главное, что Он это делает. И вдруг моя боль исчезла. Моя боль ушла. Ленди, ты любишь Иисуса? Ты любишь Иисуса. Ты веришь, что Он может исцелить тебя? Почему ты веришь в это? Потому что Он может. Хороший ответ, Он действительно может. Тимми говорит, что Он чувствует силу Божию в себе. Вы помните Его? Люди, которые получают чудеса, это те люди, которые идут по вере. Они не сдаются. Они не позволяют проблемам одолеть их. Они и сами преодолевают все проблемы жизни. Его день пришел. Его день пришел. Люди верят Богу, а Бог исцеляет их болезни. Когда люди имеют веру в Бога, Бог освобождает их от всяких злых привычек и грехов. Когда люди имеют веру в Бога, происходят великие перемены. Это сила, которую не может остановить никто из людей. Это вера в Бога. Вы пришли, чтобы исцелиться? Да, и я получил исцеление. Вы приехали сюда особенно за исцелением. И мы и целились. Я верю в это. Я верю, что Бог исцеляет вас. Поднимите свои руки и славьте Его. Славьте Его. Благодарите Его за то, что Он сделал, потому что Он здесь. О, Боже, это так чудесно. Господь, исцели этих людей. Пусть исцеление придет к этим людям. Во имя Иисуса Христа. Кто-то исцеляется прямо сейчас. Несколько раз, когда я проповедовал в больших крусейдах, в больших палатках, Дух Святой давал мне такие как бы молнии, как будто я просто останавливался и кричал, «Грядет день, я просто предтеча». Бог поднимет сотни и сотни и сотни молодых мужчин и женщин и также пожилых людей, которые придут и будут служить. Это будет больше. Это будет еще больше. Я вижу славу Божию в этом месте. Я вижу славу, 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 славу в этом месте. Предыдущий шаг Божий, это было примерно поколение назад. Они подготовили нам путь к этому следующему шагу сейчас, этому движению Божьему. И удивительно, что каждое поколение Бог посылает новую волну Своей силы. Если вы посмотрите в Слово Божие, каждое поколение переживало новую волну Божьего движения. Прямо сейчас мы находимся в центре Божьего движения. Десятков тысяч собираются на стадионах. Миллионы людей смотрят нас по телевидению. И я верю, что мы увидим самое великое движение Божие, которое уже начинается. Я лично верю, что оно начинается. Мои дети увидят его. И будут делать то, что Бог делает сейчас через меня и через других. Я вижу в моих детей в будущем. То, что Бог будет делать в церкви, это будет одно из самых восхитительных событий, которые вы когда-либо видели. Послушайте меня внимательно. Смит Вигглсворт перед своей смертью сказал, что мы увидим самое великое движение Божье в 90-е годы. Он сказал, что это будет самое великое движение Божье со времен апостолов. Смит Вигглсворт сказал Лестеру Самбролу, ты увидишь его. Ему уже 80 лет. И если Лестер Самброл увидит это самое великое движение Божье со временем книги Диане, значит, мы точно увидим его. Воскликните Аллилуйя. Знаете ли вы, что с этой самой сцены в этом самом зале я слышал Кэтрин Кульман, которая говорила, что придет время, все святые исцелятся. Она ожидала этого. Но сейчас пришло это великое движение Божье. Как вы можете стать частью этого движения? Просто познакомьтесь с Иисусом. Потому что там, где есть Иисус, там, где есть Иисус, там будет сверхъестественная сила Божья. Я могу сказать еще кое-что, что для меня чрезвычайно восхитительно. Я верю, что это последнее движение, которое предшествует приходу Господа Иисуса. Я ожидаю этого в любой день. Это может произойти сегодня, это может произойти завтра. Приход Господа может произойти, пока кто-то смотрит это видео. Я верю, то, что мы делаем здесь, мы подготавливаем сердца людей к самому великому движению Божьему. Я с трудом жду, я хочу этого уже сейчас. Встань и будь исцелен во имя Иисуса. Субтитры создавал DimaTorzok Прямо сейчас. Простирайтесь к Господу. Он восполнит все ваши нужды. Попросите Его об этом. Он ответит на крик вашего сердца. Он прикоснется к вам и освободит вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...